Всем привет, это Егор Голполосов и это PINOP подкаст. И сегодня у меня в гостях стендап-комик, видеоблогер, подкастер, актер и просто очень талантливый человек, как по мне, Данила Поперечный. Мы записывали подкаст где-то три часа. Мы поговорили обо всем, о чем могут поговорить практически незнакомые люди. Даня нарисовал меня, я нарисовал его. В общем, получилось очень интересно. Приятного прослушивания и просмотра, как всегда. Пока. Так, я тебе сразу скажу, я понятия не имею, в каком я буду стиле тебя отрисовывать, потому что у меня... Я миллион лет не рисовал просто так, вот, поэтому... Ладно, есть пару идей, но может получиться в Срата. Да, вообще отлично. Давай про это как раз поговорим. Почему перестал? Почему перестал? И вообще в целом, ну, вот, я не знаю, если ты хоть капельку смотрел, что делаем. У меня так получается, что... Опять же, с ребятами рисующими. Да. Да, мы обсуждаем тему, когда началось. Ну, практически всегда это все детство. С детства рисовал, туда-сюда. Вот, но вот интересен момент, когда... То есть у тебя же был момент, когда ты рисовал, когда ты понял, что тебе это нравится. Да. А потом, когда ты понял, что ты хочешь этим заниматься. Ты же этим занимался, зарабатывал этим деньги, это было твоим делом какое-то время. Вот, поэтому интересен момент вот этого старта. Как вообще получилось. Да, интересный момент даже еще родительский тоже. Вот мы это часто обсуждаем, когда, знаешь... Ну, то есть насколько реагирует... Семья реагирует. Потому что в целом занятие, ну, такое, да? Не очень прям, как бы, в умах человеческих. Опять же, постсоветских. Не профессия. Да, типа не профессия, но это хобби, да. Мне кажется, сейчас уже такого нет, что это не профессия. Сейчас нет, да. Да, уже понятнее стало, где это применять. Слушай, да у меня все началось с очень простой истории. Я в детстве просто, ну, рисовал много всякого. И я очень любил комиксы. У нас, наверное, самое начало было просто мультик про Человека-паука на Fox Kids с 94-го года. Все еще здесь, сердечки. Ну, это самое лучшее, что может быть, мне кажется. Даже саундтрек, вот этот ракешник, который там играл. Я все время рисовал Человека-паука и персонажей оттуда. Я покупал всякие жвачки с вкладышами, переделывал, перерисовывал их. Мне очень нравилось просто воспроизводить то, что я люблю. И в какой-то момент меня... Потом начали появляться комиксы. Издательство тогда называлось Комиксоид. В Москве продавались комиксы русифицированные, прям марвеловские. И у нас женщина, которая работала на рынке, она торговала всякой прессой. Она скупала с поезда Москва-Воронеж всякие журналы актуальные. И банчила на рынке, куда меня бабушка все время водила. А мы ей там торговали все как клубникой, которую сами собирали. Вот. И я начал покупать. Я такой, нихуя себе Человек-паук. Это что, комиксы, как в Америке? И я начал их покупать. И, конечно, был полный пиздец. Это старая женщина, бедная. Она их через один покупала. И у меня был, блядь, первый выпуск, третий, девятый. Думаю, да сука ты, ну хоть раз ты можешь. Соберись, я один клиент у тебя. Приходилось додумывать, да, всякую хуйню. Вот. И я перерисовывал всякие странички с комикса. Просто сам начал рисовать супергероев. И у меня, ну меня просто отдали как дополнительную нагрузку в художку родители. Вот. Я после школы туда ездил и... Блядь, лепка. Вот у тебя получалась лепка. Слушай, у меня, я не ходил в художку. Не ходил? Да, но я учился, у меня педагогическое образование. Я учитель УЗО, и я учился всему тому, чему учат в художках. Ну лепка — это же пиздарь. Это, ну мне нравилось, мне нравилось. Я даже сейчас иногда, у меня есть желание куда-то туда пойти, что-то такое поделать. Но это именно если тебе нравится грязь. Знаешь, бывает вот этот момент, когда тебе в кайф вот именно вот этим всем заниматься. Потому что это может быть просто... Ты любишь рыбу есть? Нет. Вот потому что как раз косточки. Ну, я понял тебя, да, понял тебя сравнение, да. Да, ну мне это как бы, опять же, вот этот момент грязи, он тормозит в плане того, что это слишком долгий вход в процесс. Ну то есть сложно себя там выражать, знаешь. Ну да. Я очень рад, что есть вообще диджитал формат, да, и что есть вот эти все дела, планшеты и прочее. Когда что-то просто типа идея, бац, сел, сделал. У тебя процесс от начала идеи до реализации очень быстро схлопывается. Я очень быстро начал юзать планшет вакомовский. Очень, ну мне, конечно, было дико. Я всегда думал, что, а, ну то есть ты на нем рисуешь, а на нем же смотришь. И потом мне сказали, что тогда они стоили как автомобиль. Вот эти, которые синтики, которые огромные. Да, синтики стоили очень дорого. И я такой, блин. И мне было очень странно переучить себя, что смотреть в одно место, а рисовать в другом. Я познакомился с Димой Менщиком. Не знаю, знаешь, ты такого или нет. Нет. Чувак делал мультики «Школа 13». Флэш-мульты он делал. И мне на тот момент хотелось, короче, у меня было желание. Мне все время хотелось делать сюжеты. Я думал их снимать, но я был маленький, у меня не было денег. И я такой, а, блядь, а как их снимать? Я не умею, я не знаю, как это делать. Как я могу реализовывать сюжеты, которые мне хочется? И пришла идея, я могу научиться делать мультики. Это вроде можно самому делать. Потому что там у тебя неограниченный бюджет. Хочешь гигантского лобстера, хочешь вина дизеля, пожалуйста, нарисуй. Он там взрывает все и так далее. Просто все время хотелось какие-то сюжеты делать. И я начал учиться потихонечку, как во флэше все это делать. И рисовал фаны на фотошопе. Ну, короче, в целом диджитал-адобовская история, она мне до сих пор помогает. Ну, то есть все навыки, какие у меня есть. Я там иногда заставку какую-то сделаю. Что-то откею, нарисую задник на фотошопе, знаешь, типа на планшете. Подставлю это. Ну, это ни разу мне не было лишним. То есть до сих пор там логотипы я какие-то там подрисовываю. Все постеры для стендапов я делаю до сих пор. Да, да, вот этот клевый момент. Но рисовать, короче, вот я еще хотел сказать, мысль-то какая. Я бросил рисовать, именно вот, знаешь, арты делать. Ну, типа в свое удовольствие просто сидеть. Да, потому что перестал получать от этого удовольствие. Из-за того, что запрос в голове на то, как я хотел бы, чтобы выглядело то, что я рисую, рос, а скилл не поспевал. И я в какой-то момент понял, что для того, чтобы мне рисовать так, как я хочу, чтобы мне нравилось, это мне надо всю ебучую жизнь этому посвятить. А я не уверен, что я готов вот прям так вздрачиваться. То есть мне нравятся навыки, что я могу там подфотошопить фотографию, знаешь, что я могу нарисовать какой-нибудь плакат. Но чтобы это было постоянным моим источником, знаешь, и дохода и так далее, это тяжело, я не вывезу. Как кажется, это не та, не то, знаешь, не та отрасль, короче, в которой я готов так посвящать время. И плюс очень добавило то, что пытаешься сделать какой-нибудь актуальный мультик, сидишь, блядь, три месяца не выходишь, доделываешь его, он же через три месяца нахуй никому не нужен, и тебе уже надо следующее делать. И ты просто вот типа, ну, каждый день сидишь вот это, дрочишь по кадру, и я понял, что я так не могу. Ну, то есть это столько времени убивает, которого у меня нет, и я и сам не кайфую уже, и свет белый не вижу. И еще и получается, блядь, не всегда так, как хотелось бы, знаешь, вот. Поэтому я как-то больше оставил это на, ну, знаешь, поддержку того, что я делаю каким-то способом. Ну, как поддержка, да, для того, что ты сейчас делаешь, это вообще классный инструмент, опять же, за счет того, что ты делаешь, ну, тебе нужно очень много материалов всяких побочных, типа для канала, для концерта. Да, 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 для всего подряд. Оформить шапку какую-нибудь, что-нибудь. Да, 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 ты просто садишься и делаешь сам, тебе не нужно это. Это круто, да. А как у тебя вообще, ты ворвался в историю с NFT? Ну, я вот, знаешь, типа, зашел. Вот, я не скажу, ворвался. Просто ты такой. Я зашел, прям практически в самое начало зашел, но сейчас я как бы понимаю, что, как сказать, знаешь, вот на волну заскочил, но не прям как-то вот прям бахнул там. Короче, здравствуйте. Да, здравствуйте, я посмотрел. Гейбор. Да, здорово. Не, я продался, продался, я продал там, сейчас у меня на фундейшене 6, 7 работ висит. Из них 5 продано, 2 висит, там, не знаю, второй месяц пошел, они никуда не деваются. Ты не вывел еще бабки оттуда? Я выводил. Блядь, зря, эфир же подрос. Да, 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 я выводил, да, выводил и понял, что я, знаешь, я отнесся к этому такой, типа, ну, моя первая реакция такая, знаешь, максимально немножко старперская в плане того, что, типа, что за нахрен вообще эфир? Я уже, ну, малая-то валюта их. Да, нет, я чуть-чуть привык на слух, что есть существует биткоин, и в целом для меня как обывателя есть только биткоин, и я не знал, что есть еще куча-куча всего подряд. Вот, я как раз слушал, когда с BigRussianBoss'ом подкаст такой, слушаю вас про инвестиции, думаю, капец вы, мы красавчики, какие вы молодцы, что вообще в этом во всем разбираетесь. Я в этом сейчас потихонечку только начал, то есть мое погружение вот в какое-то понимание рынка и еще чего-то, оно как раз пришло с криптой. Ну, а как раз вот наше погружение в историю с акциями и все такое, оно же напрямую зависит, знаешь, типа, надо отдать должное банковским приложениям, которые делают это довольно простым и понятным. Ну, то есть, по сути, в акциях нет ничего такого, то есть, ну, суть понятна, ты покупаешь, когда она стоит определенную сумму, продаешь, когда она стоит поменьше, знаешь, вот самая базовая история. И если не рисковать и не делать это прям основным, ну, типа, не рассчитывать на это как на основной заработок, в целом это прикольная, знаешь, такая штука, ты там что-то тыкнулся, что-то подзаработал, оно сработало. Я очень смеялся, знаешь, чего по поводу акции и всей этой истории, когда, сори, что с темы на тему прыгают. Да не, вообще без проблем. Просто поток какой-то. То, что надо. Когда Apple представили свою Apple карточку банковскую, что, типа, смотрите, у нас приложение, в котором можно посмотреть траты, контролировать лимиты, для Америки это был, типа, фурор. И я такой, типа, ну, мы такие все сидим со всякими Сбер-приложениями, с Альфа-банками онлайн, мы такие, вы что смеетесь, типа, у нас это миллион лет уже, у нас это Тинькофф, а вы это предподносите, как будто вы революцию в банке сделали, да? И мы такие, типа, ммм. Не, ну, слушай, у нас же вообще в целом эта система, ну, лучше работает в плане всех PayPal-ов, ой, точнее, этих Apple Pay, в том плане, что они работают у нас в магазинах, в каждом вообще. Да, конечно, в Америке нихуя нет терминалов, где можно оплатить. Ой, а мы здесь ругаемся матом? Ну, ты уже ругаешься матом минут 20-30. Не, не, слушай, вообще без проблем, потому что, ну, я еще свою аудиторию точно не знаю, кто меня смотрит. Ребят, это 18+, видимо. Да, все. Извините, сказал, блядь, пару раз. Вы же до 18 не знаете, что есть такое слово. Ой, а ты когда первый раз в детстве заматерился? Я, знаешь, я, кстати, помню этот момент. Я помню этот момент, мы шли с братом, у меня двоюродный брат, а мы ровесники с ним. И мы с ним шли, и он такой, типа, ты что, еще матом ругаешься или нет? Такой, знаешь, типа, на понт меня взял. А, типа, он же шарит. Я, как бы, знаешь, так, я нет, я этого не делал, по факту, то есть в обиходе не было. Ну, и я, как бы, чтобы доказать, что да, я это делаю, я такой, типа, выдал ему что-то там. Ну, ты знал уже. Типа, блядь. А ты слышал это? Ты помнишь, откуда ты это услышал? У меня, опять же, старший брат, двоюродный также старший брат. Ну, вот от него мы слышали практически все. Нормально. Вот, впрочем, и пробовали тоже, практически тоже от него. Из разряда, знаешь, там человек на 4 года у тебя старше, он тебе говорит, парни, знаете, покурить сигарет лучше из моих рук, чем где-то там. Ну, да, в какой-то степени есть. Да, да, да. Ну, вот, примерно так же, да, вот этот. И нецензурная лексика пришла в жизнь примерно так же. Но я помню это время, когда ты маме говоришь, да нет, я не ругаюсь матом. У меня так не получилось бы. Мне мама недавно рассказала, что первый раз, когда услышал, что я матерюсь, я что-то, ты гуляешь во дворе, я высовываюсь, ты что-то слышишь, ты орешь. Ну, я маленький совсем был, еще в детский сад даже не ходил. Я, говорит, что-то открываю окно, ты прям орешь, что-то, а-а-а-а. И я из окна такая, Даня, что случилось? И ты мне кричишь на весь двор, девки заебались. Блин, такая, вау, типа, ничего себе. Я не помню, в чем там было дело. А, или, по-моему, какая-то... Ну, по-моему, все в твоем ответе понятно. Какая-то была история про то, что мы пытались играть в водные войнушки, и они что-то отбирали у нас пистолетики. Что-то такое. Короче, какая-то там драма была просто. Ебанешься. Которую только так можно было выразить. Ой, а еще один раз был тупо, когда меня моя верующая, блядь, религиозная бабушка спалила за тем, что я матом ругаюсь. И они мне напиздели, что каждый раз, когда человек говорит мат, земля трескается. Я вот с этой хуйней жил. Братан, ну вот ты оглянись вокруг, все из-за тебя происходит сейчас. Получается, вот эта марианская впадина, это я напиздел. Да-да-да. Ужас какой. Не, мы все вместе. Всем миром. Да. Слушай, очень много таких хреновин, которые в детстве нам говорят. Я сейчас, причем я как отец, я сейчас пытаюсь фильтровать базар, чтобы, знаешь, ну то есть, грубо говоря, мы приезжаем домой к бабушкам. Ну были ситуации, знаешь, от разряда пугания кем-нибудь. А, придет дяденька. Придет дяденька. Полицейский сейчас придет, или там еще хуже какой-нибудь некий бабайка. Полицейский хуже, чем бабайка, мне кажется. Это правда, это правда. Я бабайку ни разу не видел, чтобы по телевизору палка какой-то издошел, знаешь. А полицейских видал. Да, замечены. Я при этом отлично отношусь к органам правопорядка. Я прекрасно понимаю, что в каких они условиях, грубо говоря, находятся. Классно, мы скачем по темам, мне нравится. Реально, нет, не подкол, реально мне нравится. Но при этом, ну, блядь, они существуют в условиях. Вот то, что все пишут, вот, вы можете, блядь, не слушать. Могут ли они? Непонятно, да, непонятно. Нет, это же приказ. Ну, типа, ты, вот сейчас же, как делают, ты уходишь, они уходят с работы показательно. Из-за того, что они не согласны с тем, что творится. Их, блядь, увольняют, и потом делают так, что нихуя никуда не могут устроиться. И, как бы, люди поступок оценили, такие, да, крутой, молодец, что ушел. А дальше им похуй на него, типа, будет он где работать, не будет. Это как в этой, знаешь, в церквях, я помню в свое время, патриарх Кирилл призывал запретить аборты. И меня очень бесило вот это лицемерие церкви, которое... Ну, хорошо, вот ты запретил человеку делать аборт, но ты будешь нести ответственность за вот эту жизнь, которую ты запретил прерывать, и которая родилась в неблагополучной семье, которая этого не хотела? Нет, тебе важно только, ну, как бы, инфоповод вот этот создать, тебя не ебет вообще, что этот ребенок будет делать, знаешь, а громко крикнуть, это, ну, понятное дело, они все тут как тут. Вот это вот мне не нравится, короче, когда... Блядь, да я даже не знаю, что мне не нравится. Мне все нравится, нахуй, ребята, все заебись. Не, ну я понимаю, о чем ты, да, что есть такие вещи, вроде бы как идея, ну, то есть, типа, аборты плохо, то есть за это можно зацепиться, в плане того, что за это можно тоже поорать, типа, сказать, да, это плохо, вы должны, коль у вас появился, там, ну, должен появиться ребенок, вы должны понимать эту ответственность. Убийство плохо. Да, убийство плохо, опять же, да, все вот эти вещи. Как с этим поспоришь? Да никак, убийство плохо, блядь. Но сам факт того, что, да, по результату это может оказаться совершенно максимально разрушенная судьба, которая потом повлечет за собой, возможно, еще какие-то проблемы, и это да. Меня, меня, меня бесит, когда меня держат за дурака. Ага. Ну вы нахуй, скажите уже, что у нас монархия, и я, ну, такой, а, ну окей. Признайте этот момент. Меня бесит, что, если ты сейчас, я, блядь, в миллион раз это повторяю, и каждый раз это актуально, и меня бесит это, что если ты сейчас живешь по УК РФ и Конституции, ты можешь все равно в тюрьме оказаться. Потому что существует абсолютно отдельный негласный свод правил того, как все же понимают. Вот это вот. А мне хотелось бы, чтобы, блядь, было написано конкретные вещи. Пиздишь про Путина, можешь сесть. Странный закон, странный, но он хотя бы, блядь, осязаемый, знаешь, типа, был. Я, конечно, против таких законов, пиздец, я не за. Да, но меня больше раздражает ощущение вот этой постоянной аморфности, понимаешь, судебной системы, которая подстраивается, блядь, под нужные случаи. О, пусирает, закон обосковывания чувств верующих появился. Ну, я к постфактуму, понимаешь. Типа, комиксы. Да, у меня есть проблема. Да нет, чувак, это не проблема. Я просто, у меня как бы примерно та же самая ситуация в том плане, что я очень сильно тоже на все это подсел. Вот, знаешь, на какой-то страх, да, на какой-то, ну, в том плане, что я начал этим интересоваться. То есть, я долгое время был из этих, типа, я аполитичный, мне это ничем не надо. Мне похую, ну да. Да, но потом, опять же, когда появляются у тебя дети, ты такой, типа, блин, в смысле? Им тут жить. Им тут жить, да, тут им жить. Хочу ли я, чтобы моя дочь здесь жила, да, точно? Как вообще, если это будет дальше продолжаться? И как начинаешь понимать, что это твоя ответственность, какую-то им страну предоставишь, знаешь, типа. То есть, ты в какой-то момент, да, начинаешь понимать, что ты в этой, ты в связке работаешь со всеми, и ты такой, типа, блин. И начинается напряг какой-то. Ну, я словил тот момент, что я, вот, создал себе инфополе из Варламова. Да. Из, как бы, мне он не нравился, из Усачева, но он часто нагнетает. И я такой, типа, бам-бам-бам-бам. Мне вообще кажется, что Усачев максимально... Он очень лояльный, да, 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 но всё равно какой-то процент новостей у него, как бы, ну, типа, знаешь, такой. Он это делает, знаешь, он говорит о том же, но мягче, вот так я вам сказал. Короче, у тебя оппозиционный информационный пузырь. Да, и я такой, типа, я прямо в таком настроении долго был, а потом такой, типа, решил выдохнуть, отпустить ситуацию. На том плане, что как-то отключить мозг, переключиться на что-то другое, на творчество переключиться. Перестал всё это смотреть, знаешь, ты постарался как-то... Ну, потому что невозможно всё время быть в напряге. И плюс ко всему ты понимаешь, что нету этого выхлопа никакого, ты просто в напряге. Ты просто напрягаешься, сидишь дома, по столу кулаком стучишь, думаешь, да какие пидорасы, блядь. Да, да, да. Это плохое слово, ещё раз скажу. Думаешь, да какие гандоны, блядь. Нельзя говорить пидорасы. Я не могу отучиться, я знаю, что надо отучать. А в связи с чем нельзя говорить? Потому что это, ну, меньшинство. Это специально оскорбление для геев придуманное. Это не то, что... Ну, то есть, ты называешь... Это слово ругательное, и ты этим словом называешь плохих людей. Но оно было выдумано для того, чтобы клеймить геев. Я понял. Я отлично отношусь к геям. Это, короче, прикинь, это не то же самое, как история, когда говоришь, типа, там, ты чё, даун. Некоторые люди говорят из РЗД, так нельзя говорить, это, типа, оскорбительно для даунов и так далее. Но мне так не кажется, потому что в истории ты чё, даун? История из разряда, если бы ты был дауном, это было бы норм поведения для тебя. Но ты не даун. Нет, всё равно... Понимаешь, о чём я? Я недавно, знаешь, где это увидел? Услышал? В мультике. Ты что, даун? Да! Прикинь, это было в мультике. Я не помню, что за мульт, но это была, как бы... Это вот где-то из моего, мне кажется, какого-то детства. Какой-то мультик, то ли Warner Brothers, то ли ещё чего-то. Ну, понятно, что в переводе в нашем. И вот там просто на норме персонажи друг друга называют. Всякими даунами. Да-да-да, типа, даунами. Причём, это обычный детский мультик, вот. Короче... И мне показалось, что вот сейчас в мире, вот в этом, да, когда мы ищем... Ну, не мы ищем, а в целом в мире, когда мы стараемся найти вот это... Да, опять вернулся к тому же самому. Ищется вот этот баланс, чтобы... Новая этика. Да, типа, очень странно. То есть, дискомфортно такое слышать. Вот. То есть, мне как раз всё тоже к этому такое же отношение. Я тебя понимаю, при этом, ну вот в Америке какая история, они больше отсталых не называют отсталыми. Как раз потому, что обычные люди называют отсталыми друг друга. И вот, ну, по-моему, кто-то из комиков говорил об этом, и я с этим согласен, что действительно, это же механизм не в том, что ты... Когда говоришь, ты что, отсталый, это не в значении, я ненавижу отсталых. Да, я понял. А в плане, что, типа, ну ты же не отсталый. Но слово пидор, оно действительно, это как ниггер немножко, только по классовому. Ну, я знаю, вот много раз это обсуждалось в плане вот ниггеров и всего такого, чисто... У тебя никакой монетизации не будет, надо всё запикать. Я на этом просто трачу деньги на этой штуке, чувак. Я, пожалуй, запикай. Это я тебе говорю. Ну вот, короче, есть же... О, красиво, кстати, блин, чувак. Да чё я бьёл просто? Ну-ка, нет, я тоже просто обвожу. Пока... Можешь ещё раз отключить, посмотри? Да, смотри. Красиво. Пока ещё. Ну, штрешочек, все дела. Классно. Сейчас мы тут наведём. Короче, типа, и как бы культурно сложилось так, что, ну, блин, по-моему, даже это я у тебя где-то слышу, чувак. Сейчас будем из пустого порожня гонять. В том плане, что просто, ну, в России оно не имеет такого веса, ну, в плане оскорбительного. Да, 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 то есть мы, когда это говорим, да, то есть с двумя... Для меня чёрный человек, это не бедный человек, это не гангстер, это просто клёвый чувак. Я бы хотел с тобой согласиться, ну, то есть, и как бы, да, у нас не было вот этой истории про рабство, но при этом... Я раньше думал, что у нас особо нету проблем с расизмом, потому что у нас не было геев... Геев. Вот такой, блядь, информационный у нас, да. Вот так вот обвинил геев, да. Что у нас не было вот этих прецедентов с работорговлей, у нас рабы были наши же типы. Но при этом я вспоминаю времена скинхедов и такой, а, не, у нас тоже есть предубеждения. И у нас очень... у нас иногда бывает больше расизма, и как раз из-за того, что мы с этими расовыми вопросами не сталкиваемся, и люди не выкупают, что говорить, о, блядь, ты похож на Барака Обаму, просто чёрного типу, что это не круто. У меня друг Ануар в бар зашёл, и ему чувак начал говорить, о, Люкенг, куда? Это пиздец, ну это же пиздец. А для них это просто прикол, типа, он похож на Люкенга, знаешь, ну типа, что это такое? Это смешно. Нет? Ну да, но... Ну да, да, конечно. Это вот это какая-то такая... ну, знаешь, это наивность какая-то, наверное. Ну то есть реально же многое люди делают... ну ладно, не буду обрадовать кого-то, но в целом бывают такие вещи, которые люди делают не со зла. И просто делают, опять же, Люкенг и Обама, это всё то доказательство. Ну это, знаешь, как, типа, некоторые не со зла, ну это же невежество. Ну это невежество, да, да. Это невежество стопудово. Стопудово. Да пофигу все эти... Все эти меньшинства. Нам-то с тобой белым, гетеросексуальным. Что нам-то, мы короли этого мира. Может, обнимемся? Блядь, давай трахаться под Барри Уайта. Блядь, я так давно не рисовал. Когда последний раз рисовал? Сейчас скажу тебе. Давай. Ну я вот делал какую-то историю, просто обводил, какие-то сделал стил кадры для 20 шуток, просто для перебивок какие-то, но это не назвал рисованием прям. Я часто делаю всякие наброски по шмоткам, мы же делаем одежду, и я там что-то иногда накидываю. Но так, чтобы что-то прям нарисовать, такое, знаешь, как арт. Да хер его знает. Я тебе говорю, я всегда так расстраивался от того, что получается не та херня, которую я задумал. Я решил, что я дизайнерский, какие-то плашечки там нарисовать, вот это все, это, пожалуйста. Что-то нарисовать такое, знаешь, кому-то там портрет или еще что-то, это, блядь. Я вот сейчас, скорее всего, вот доделаю, посмотрю и скажу, хуйня получилась, типа, знаешь, не то хотелось. Но это будет, останется в истории, чувак. Ну, блядь, какой истории, браузер? Ну, в моей. Тебе прикольно, да. В моей, в моей истории, да. Я попробую, конечно. Я говорю, мы потом выставку сделаем. Не разочаровать. Мы все это покажем людям. Ой, я тогда какой-нибудь, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Я сейчас тебе буду много вопросов задавать, потому что ты, во-первых, первый, ты первый, ты первый с, ну, ну, с таким медийным весом в плане того, что, знаешь, ну, то есть человек, который вот в этой среде. И, ну, короче, у меня очень много вопросов к ребятам, которые имеют очень много внимания со стороны аудитории. И первый из них это, скорее всего, наверное, что-то касаемо как раз то, что ты говоришь, ты не получаешь, например, удовольствие, да. Не удовольствие, а от результата, от того, что получилось. Ну, то есть ты создаешь что-то, делаешь, да, и, ну, я имею в виду, относительно рисования. Вот, а вот относительно твоего контента. У тебя бывает такое, что ты что-то сделал, и, например, ты получил фидбэк какой-то со стороны аудитории. Ага. И хоть бы тебе даже было комфортно, и ты кайфанул от того, что ты сделал, но фидбэк аудитории может влиять на твое настроение, поменять твое отношение к тому, что ты сделал. Ну, то есть, понимаешь, мой вопрос? Да, да, конечно. Ну, конечно. Бывает, знаешь, такое, что, типа, ты думаешь, во, прикольную тему сделал, а народ либо вообще не приценил или не понял прикол, или просто очень обделил это вниманием, и ты думаешь, что ебать, а зачем тогда? Это, ну, блин, я надеялся, что это гораздо больше будет, знаешь, большего внимания заслуживает. При этом мне, знаешь, это не связано с тем, что я тут такую крутую штуку пошутил, а вам похуй. А, ну, вот, условно, там, знаешь, обман каких-то. Короче, вот я буквально вчера это Полине говорил. Любой человек, который думает, что он понял, как работает YouTube, тренды, просмотры, он пиздобол. До сих пор у нас с Ильичом, с Прусикиным такая же история, ну, как мы часто говорим об этом. Потому что, ну, вот, условно, был момент, когда Элван разорвал контракт, ушел из Блэкстара, и они оставили у него свое имя. Это был громкий, типа, знаешь, такой конфликт, все за этим следили. Я такой, о, надо позвать Элвана, короче, на подкаст. Это будет разъеб. Оп, Элван приходит, мы делаем подкаст, и он начинает собирать, ну, я его выкладываю, гораздо меньше, чем все остальные подкасты с какой-нибудь Муси Татибадзе, знаешь. И я такой, почему? Типа, ну, почему? Это же, ну, откуда вы знаете Мусю Татибадзе, там, Машу Минагарову, а при этом Элван, который вот прямо сейчас, у него интересный конфликт. Вам не так интересно? Я хуй пойми. Знаешь, типа, вот у меня, допустим, вот позавчера вышел подкаст с боссом, он очень хорошо зашел. И я такой, ну, да, я понимаю, почему, вот поэтому, поэтому, поэтому. Но если бы он не зашел, я бы сказал, да, я понимаю, почему, вот поэтому, поэтому и вот поэтому. Есть все варианты. Типа, да, я могу понять, что случилось не так, что пошло не так. Так, у меня была какая-то херня, которую я выложил, и мне не понравилось, как она зашла, и я забил болт, и не стал дальше делать что-то. У меня было очень много раз, у меня четыре, по-моему, пилота разных шоу просто в стол сняты. Я понял, что они не так работают, один раз еще переснял, понял, что не работает механика. Я, короче, разработал в свое время, до того, как вышел этот, подземелье Chicken Curry, я, короче, хотел совместить игру в настолке с прожаркой. Концепт назывался Raider подземелья, Raider языка пламени из подземелья, и это, по-моему, последний раз, что я клево рисовал, сейчас я тебе покажу. Это не вышло вообще нигде, да? Это вообще нигде не вышло, я рисовал логотип, во. О, жирно. Смотри, какая. Да, 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 неплохо. Класс. Короче, концепция была следующая. Несколько комиков устраивают рейд. Они сидят, типа, в комнатке. Рейд на какого-нибудь босса, на персонажа, которого стоит, знаешь, прожарить. Условно, на шнура, например. И рейд заключается в том, что комики должны придумывать шутки прожаристые, про этого босса, кидать кубик и сколько урона эта шутка наносит. Но не просто так. Каждый в начале мы, типа, тасуем карточки, тянет карточку с персонажем. За кого он играет. Там, условно, мамия. Это, типа, персонаж выглядит как мумия. Можешь шутить только про мамку. Короче, обилки определенные. Я понял, да, да, да. Чернокнижник, только чернушные шутки. Там, слабость такая-то. Вот. И мы, переодеваясь в костюмы, и как задроты, кидали кубики и придумывали всякие шутки. А тот, кого прожаривали, был на месте? Нет, нет, нет. Это, типа, иллюзорная такая, знаешь, подпездывание из-под лавки. Вот. И мы сняли два выпуска, и начали в какой-то момент понимать, что... Ну, точнее, первый выпуск сняли, сделали какие-то выводы, переделали, пересняли, и начали понимать, что это просто супер токсичная хуйня, которая не выглядит веселой, она выглядит, ну, злобной. Из-за того, что человека нет. И хоть бы он, знаешь, миллион раз, хоть это был бы Соловьев, мы там с ним тоже пробовали снимать, который, очевидно, злодей, заслуживает, знаешь, какого-то полицания. При этом все равно мы выглядим, как какие-то... Сейчас из кости. Да, вот такое, вот что в тебе не так. И, типа, мы какой-то такой вайп от этого словили странный. Я пересмотрел два этих выпуска и такой, не, это надо на корню вообще переделывать, если и надо. И у меня вообще болт упал на эту историю, я забил. Был... Была очень странная идея. Шоу называлось «Вхлам». Мы с Ильей Соболевым напивались, короче... Уже хорошо. Короче, концепция была следующая, что мы, кажется, мы читаем новость, обсуждаем ее трезвые, потом нажираемся в хлам водярой. И ту же самую новость обсуждаем, но уже синебоцкий. И там как раз такая склейка была, что мы трезвые, что говорим, и что мы пьяные несем. И мы попробовали это снять, а у нас там по-другому... У нас по двум причинам наебнулось. У нас было мало времени на съемку, и мы не успели нормально нажраться. То есть мы просто подвыпили. А второе, в какой-то момент я понял, что это шоу супер пропагандирует синебодство, и Илья не особо сильно бухает. Не тот кандидат, короче. Да, и я такой, ну блин, типа, знаешь, не сработало. А мы там заставки уже купили, все херня, ну знаешь, я думал, как раз получится. Вот. Произошла переоценка ценностей некоторые в том случае и в этом. Но зато попробовали. Получилось вот так, как получилось. Я не держусь за такие штуки. Мне... Я знаю, что если получается хуйня, это меня закаляет. Я знаю, что... И заебись, потому что я, значит, в следующий раз сделаю лучше это. Ну, короче, нет такого, знаешь, фатального. О, нет! Идея скоро кончится. Я знаю, что я еще, бля, 500 тысяч штук понапридумываю. Это никогда не было проблемой. Вот. Слушай, вот это крутой навык. Ну, в том плане, что это классный двигатель. Потому что часто, например, ну, у меня бывает такое, что я на этапе желания какого-то начинаю уже прокручивать варианты того, как это будет дерьмовое, что никому... Зацикливаешься на это. Да, и такой, типа, кому это надо? И вот все. То есть я не знаю, как подкаст вообще записывается, потому что я... У меня были мысли еще в самом начале, типа... Что насрать на это все. Да, да вообще, нафига сейчас буду вот это вот... Я думаю, что, ну, вот большой успех того, что... Ну, по крайней мере, нашей компашки, вот то, что называется успехом, то, что у нас там, типа, знаешь, просмотры и так далее, что-то какая-то есть деятельность, там, little big. Потому что мы не можем не делать, у нас шило в жопе. Это какая-то, знаешь, психологическое отклонение, связанное с тем, что неважно, смотрят нас, не смотрят, нравится... Ну, то есть, конечно, нравится, не нравится, это влияет на нас. Но если, допустим, я прекрасно понимаю, что если у меня нахуй навсегда пройдет, ну, вся моя аудитория отпишется, я все равно не могу не делать этих вещей, ну, типа, так или иначе. То есть я в любом случае в какой-нибудь продакшн-сценарии писать, пристроюсь, еще что-то. Мне хочется, чтобы выдуманные сюжеты оживали, знаешь, потому что это для меня как магия. Ты этого не было, ты что-то, блядь, там, придумывал, и потом хуяк-хуяк люди покупают какие-то костюмы, реквизиты, и это нахуй из ничего появляется. Вот это та самая магия кино, и самое смешное, когда это такой глупость какую-то, знаешь, когда люди стараются над какой-то такой херней смешной, странной, что, типа, ты думаешь, господи, ну и зачем, вот, типа, это же я балуюсь, это же я просто балуюсь, а тут люди на зарплату за это получают, охуеть можно. И меня вот это всегда, как это сказать, мотивировало, и открытый микрофон еще учит справляться с ошибками. Вот это вообще, это я, честно, всем, всем, кто занимается стендапом, это просто такие стальные нервы и яйца выходить на открытые микрофоны. Это очень травмирующе поначалу, потому что ты думаешь, ну, типа, самый большой страх, это как раз что-то сказать, что в тишину уйдет, потому что ты, как бы, такой уязвимый перед толпой, и ты думаешь, что они навсегда запомнят, как ты пососал, короче. И лечиться это очень простым способом. Ты просто часто так сосешь и понимаешь, что, а, да им похуй, они, в следующий раз выступишь нормально, они скажут, ну, вот сейчас нормально. Типа, нет такого, что, а. И это, он называет себя комедиантом. Типа, у этого нет претензий. И уже через какое-то время начинаешь, я уже на сцене, когда что-то говорю, и что-то не заходит, и тишина, и все такие, типа, ой, блядь. Я такой, ну, ебать, бесплатно здесь пошли на обои, типа, да, дерьмово. Ну, бывает, типа. В этом и смысл открытого микрофона, знаешь. Ну, да, да, да. Вот. Но все равно, все равно, я просто искренне восхищаюсь всеми медийными людьми, потому что я какое-то время был, знаешь, тем человеком, который… Да, кстати, я хотел тебе рассказать первое знакомство с тобой. Я такой, типа, я вообще совершенно не был знаком с Ютубом, я не помню, сколько лет назад это было, честно говоря. Может быть, лет пять, может, шесть назад. Да, где-то так, наверное. Я, короче, так, знаешь, типа, очень скептически относился и был таким, знаешь, больше вот бубнилый таким, типа. А ты скептически относился к площадке или к контингенту? Нет, да, к контент-мейкерам, которые там есть. Мне казалось, типа, блин, да что? Ну, ну, гей, ну, все какая-то вот херня какая-то. Ну, какой тут? Так, и вот у меня было, типа, вот, что-то поперечное, поперечное, что-то поперечное. Ну, да, посмотрю поперечного. Я включаю первое видео, которое я включил, ты переезжал в мастерскую, ну, типа, снимал себе помещение какое-то. Вот. Я включаю это видео, и я сижу у себя в мастерской, я снимал себе тоже. Я, короче, думал, что будет какая-то, знаешь, типа, вот сейчас будет там развлекать меня Данька поперечной. А просто идет чувак и рассказывает, что-то разговаривает. Ее такое, ууу, нормально, еще, еще, еще. И что-то там на фоне пол какой-то прикручиваешь. Да, 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 типа того. Просто я в этот момент примерно в том же самом состоянии находился, и это было прикольно. Вот. Но вот потом я посмотрел стендапы, и, ну, честно, можно? Конечно, конечно. А я знаю, что много кому не нравится. Да, не, знаешь, как-то, я даже, знаешь, как отношусь к этому, что, ну, я просто не прямо аудитория. Вот, то есть мне нравится, я слушаю, я смотрю, но я явно человек немножко другого, другого какого-то формата. Хрен знает какого, я сам еще не определился. Но вот именно как, я просто кайфую от того, что, что, как визуально ты делаешь. Ну, я очень затрачиваюсь по визуалу, это правда. То есть я всегда смотрю. Спасибо. Вот, опять же, в большей степени, наверное, за счет того, что, ну, как раз, чтобы посмотреть, как это сделано. Потому что даже те же самые 20 шуток, кстати, ну, формат классный. Спасибо. Да, мне очень нравится, как сделано, очень красиво. То есть вот этот, вот этот угол красный, то, что это, вот эти шкафчики, вот, то, что я сейчас увидел у тебя эскиз, и это очень круто, потому что я раньше думал, что, блин, где-то нашли такую локацию, а вы все сами построили, получается. Нет, нет, это идею придумал Егор Лоскутов. Он это вообще придумал, это мой хороший друг, он из канала Егор. Да, я знаю, да. Вот, он придумал формат 20 шуток сначала себе. Я такой, давай, дерзай, конечно, все, заебись. И в какой-то момент он понял, что что-то это, сложновато для него, и это как будто больше мне органично. И он его вот говорит, а давай ты сделаешь 20 шуток, типа тебе сделаем на канал. Блин, круто. Я говорю, ну давай. И мы с ним его докрутили до момента, ну, чтобы это было более формат, знаешь, какие-то шероховатости оттуда. Из предыдущего, из предыдущей концепции убрали херню, добавили туда новых приколов, как-то видоизменили. Вот, и мы, да, как раз сидели, вот, изобретали, как должна выглядеть сцена, какой должен быть стиль. История с тем, что это должно выглядеть как баскетбол... Короче, изначально 20 шуток выглядело как просто такая, знаешь, логотип был просто на фиолетовом фоне, желто написано 20 шуток. И я хотел, чтобы это же как бы соревнование комиков, чтобы это было, попахивало спортом, таким баскетбольной хуйней. И у нас 20 шуток выглядит как шеврон вот такой, знаешь, баскетбольной команды. И как раз поэтому у нас угол раздевалки, как будто спортивный. То есть не просто сцена. И мы долго искали, что это должно быть. И кто-то нам подсказал, по-моему, может, даже Миша Кшиштовский, может быть, еще кто-то. Кто-то нам подсказал, что типа, во, шкафчики, прикольная идея. Мы наняли девушку, которая, Даша Ухват, которая в Литл Биге занимается как раз вот этими всеми. Она художник-постановщик, вроде бы, если я правильно сказал. Ну, я думаю, да, да. Если я обосрался. Ну, я думаю, это именно этим она и занимается. Вот, и она мне накидала всяких разных вариантов, что может быть за сцена. Я ей объяснил, какое шоу и все такое. Вот, и там были какие-то кирпичные, хуичные, как, короче, мои классические вот эти красные истории. И просто в каком-то месте мы увидели, по-моему, у нее в презентации шкафчик. И мы такие, о, ебать. Даш, а сделай-ка из шкафчиков что-то. Или даже нет. А, я, по-моему, просто у нее спиздил из презентации шкафчик. Начал гуглить шкафчики. И вот здесь, я сейчас покажу, ковырялся. Бля, сейчас. Искал нужную форму. Мы сначала думали, я сначала нарисовал какую-то вот такую хуйню. Что типа... Типа раздевалка. Что, нет, даже не раздевалка. Да, вот типа ящики здесь. Но основная сцена, я думаю, будет просто красный градиент. И какие-то черные фигуры, знаешь, силуэты. Потом что-то мы еще пробовали. И потом, типа... Может быть, это даже здесь было. Мы тестили, как вообще шкафчики могут выглядеть. Что делать их углом, не делать их углом. Может быть, делать их прямой, ну, знаешь, стенкой. Делать вот такой вот квадрат, короче. Бля, это так скучно, на самом деле. Похуй. В смысле? Вот это, в смысле, рассказывать это? Ну, да. Хорош. Не, мне интересно, чувак. Короче говоря... Кстати, я извиняю, я тебя перебью. Это в аудиторию как раз, мужик. У меня ребята сидят, которые смотрят, рисующие дизайнеры. И им узнать, как производится контент. И как вы работаете над тем, как, блин, сцена... Ну, как не сцена, как выглядит локация для съемок. Блин, мне это интересно. Я очень просто задрочен на этих вещах, потому что я визуал люблю. Мне нравится, когда я вижу детали в каких-то вещах, которые смотрю, которые меня... Ну, типа, я люблю быть удивленным. И я выкупаю мелочи. И мне нравится также в своем контенте какие-то такие закорючки делать, знаешь, там. И поэтому... Ну, блядь, 20 шуток — прикольный формат. При этом я не понимаю, стоит ли его делать чуть больше похожим на вечернее шоу, чтобы он прям лейт-найтом таким попахивал. Типа еще что-то накидывать больше? Без гостей. Ну, допустим, да, у меня есть идеи про музыкальные номера, про больше визуальные интерактивы. Но я не понимаю, надо ли это. Еще не ясно, насколько... Знаешь, как бы объяснить. Я даже не могу понять до сих пор, как лучше его делать. Делать выпуски по актуальным шуткам, типа, про дворец Путина, или делать вот такие, знаешь, общие, там, типа, 20 шуток о смерти. И оно как бы ни к чему не привязано, его можно пересматривать, но при этом, там, по просмотрам, как будто людям интереснее актуальщину делать. Мне как будто тоже интереснее делать актуальщину, потому что это формат, в который я мог бы сбрасывать тот материал, который я пишу рефлексионный, который я не могу запихнуть в стендап. Потому что к моменту, когда выйдет спешл, это уже нахуй никому не нужное старое дерьмо, знаешь, перемалывание того, что уже никто не помнит. Ну, то есть вроде как бы и что-то новостное, в плане того, что основаны на актуальных новостях, и плюс ко всему... Да. Не, ну мне понравился формат, вот то, что было про смерть, и это прикольно. Как раз вот... Я как раз, знаешь, из-за того, что я часто выпадаю из инфополя, ну, типа, какие-то вещи просто мне могут быть... О, прикольно. Мне будут быть... Я не так хотел. Могут быть просто тупо непонятные. То есть я такой, типа, смотрю, и я такой, ой, блин, это я, кажется, пропустил эту тему. Ну вот я, допустим, в стендапе даже в своем пробую, знаешь, какую штуку делать. Всегда... Даже, ну, типа, если меня не знаешь, мой стендап понятный, потому что я никогда не делаю расчет на то, что люди знают, кто я такой. Мне важно, чтобы мог прийти человек, и он врубился во всю хуйню. И если что-то происходит, над чем мы шутим, над какое-то происшествие, я всегда перед тем, как к этому перейти, проговариваю эту хуйню, что вот такая штука случилась, вот эта штука была. Знаете что? И дальше уже идет какой-то материал. То есть надо какой-то сетап делать. Тут такая же история. В 20 шуток, мне кажется, невозможно сделать так, чтобы прям... У меня не было никакой мысли. Я думал, я ее додумаю, когда... Я просто ушел рисовать. Да, что ты? Блин, я сейчас сижу, вспоминаю, и я сказал, что мне не нравится твой стендап. Ну, типа, это нормально. Это нормально. Нет, а я сейчас вспоминаю, я вспоминаю, что мне очень понравилось. Да, я вспомнил, что мне нравится, оказывается. Извини. Не-не-не, последний как раз, который круговая сцена, круговая сцена, когда была... Ну, опять же, это было охренительно красиво, во-первых. Во-вторых... Это правда, и это не бахвальство, а это заслуга людей, которые это сняли. Ребята огромные молодцы, это правда. А ты, насколько ты участвовал в процессе? Очень плотно. Вот, прям с командой, да? Я в этом плане фрик, потому что я, ну, как сказать... Ты контролируешь или... Ну, то есть фрик как контролирующий фрик, или как человек, который просто... Нет, я очень вовлечен, да. Да, мы вместе находим решение и так далее, потому что все-таки стендап-концерт это моя дипломная работа. Это срез того, что я за эти два года могу, знаешь, как комик, как визионер, как артист. И у меня было там пару случаев, когда, блядь, у меня такая грусть, печаль на этот счет. У меня концерт, где смеяться, я его терпеть не могу. Он отвратительное говно, но по одной простой причине. После концерта хуй появилась новая программа, я такой, надо ехать снимать ее. Снимем ее в зале «Вегас», в Москве будет охуенно и так далее. Я нанял ребят, которые запросили с меня в два раза больше денег, чем предыдущий концерт, и для меня в моей голове это было, ну, раз в два раза больше стоит, значит, в два раза лучше будет. Я расслабился, отпустил это на самотек, от выступления, охуенный был концерт, прям замечательно, мне нравилось, как я подаю там материал, это уже был конец тура, я уже его над автоматизмом, что-то какие-то разгоны, я уверенный, нет вообще никакой хуйни с тем, что знаешь, не знаю, идет не зайдет, а может быть вот так попробую. Я ебашу, типа, я знаю, я делаю нужные паузы, делаю в неожиданных местах паузы, я не работаю, я такой, да. Смотрю на отснятый материал, блядь, даже непонятно, что я в Вегасе, то есть там планы такие, я как будто за гаражами на фоне тряпки выступаю, я такой, блядь, а в какой прикол во всем в этом зале был, типа, ну, то есть, ничего не видно. И я так расстроился, что я такой, блядь, надо переснять, надо переснять в Волгограде, или где мы там, типа, а, во Владивостоке мы, по-моему, снимали, ебать мой хуй. И прошло так много времени, я так усердно готовился к пересъемкам, что я забил хуй на материал. Я подумал, что я помню его, что я вот так отторобанил, что я все знаю. И во Владивостоке, ну, кажется, это Владивосток был, я приезжаю, и мало того, что там аудитория особо не готова к стендапу была, но к ним мало кто приезжал, они такие, они что-то во время концерта что-то говорили мне, выкрикивали, знаешь, там такая хуйня, просто не очень понимали, как себя вести, не было бы понятен. Визуально все красиво, но я к моменту, когда я так сфокусировался на том, чтобы он выглядел хорошо, что я нахуй забыл о том, что мне все-таки, ну, в тексте это тоже надо попрактиковаться. А я выхожу на пердильном газу из разряда, ну, я сколько, я 30 раз подряд этот текст читал, да я его помню. Начиная первый блок, и я поднимаю в середине, что я теряюсь, что я не помню, что я не помню, чем заканчивается, какой там отыгрыш, я так, как знаешь, вот типа бывает, что ты стих рассказал на уроке, вышел из класса, он у тебя нахуй из головы вылетел. Тут такая же история, прошел типа, по-моему, месяц или сколько-то с последнего концерта, и я нахуй позабывал, какие паузы где ставить, как делать, какие-то правильные обороты словесные, а на них там все завязано. И я так ебаный, я там все время запинаюсь, что-то подсказал. Там, короче, я был так расстроен, что у меня на руках дерьмово выглядящий спешл, но с отличной подачей, и отличный выглядящий концерт с полным долбоевым мной внутри, где я порчу материал, комкаю его, и я, к сожалению, принял решение в визуальную сторону. Наверное, надо было красить в ЧБ тот концерт и дропать его вот так. Но из-за того, что мне хотелось, чтобы каждый новый концерт выглядел лучше предыдущего, я настолько по этой хуйне загнался, что я насрал на материал. Чтобы ты понимал, мне пришлось, я в некоторых моментах, я такой, ну я не могу, я здесь вообще неправильно говорю. Я сделал вставки туда на хромаке, типа художественные, где я, типа, сам с собой разговариваю, где я переговариваю, как я надо было, блядь, сказать эту фразу, а не как я там ее криво сказал. Потому что это был пиздец. Я же еще сам монтировал. Вот, кстати, да, ты сам вообще монтируешь все? Да. Последний только концерт. Мне ребята помогли сделать колбасу, прислали мне, я ее перерезал, как мне нравится, и отправил. Но я им подкасты до сих пор сам монтирую, типа, такая хуйня. Вот. Ну это был пиздец. Я, монтировать, этот, где смеяться, это худший, блядь, период в моей жизни, знаешь, вообще пиздец. А я, а я, типа, много говна повидал. Когда ты смотришь, типа, по 900 раз, как ты покапишь материал, запинаешься, и сам пытаешься что-то отрезать, как ты говоришь, блядь, блядь, пидорас, пупой, да почему? Плохой человек, я неправильное слово сказал, да. Не могу отучиться. Это пытка, это реально пытка, но, ну вот так. Ну я, вот, видишь, я кринжую с этой херни, но я радуюсь тому, что есть каждый раз, ты смотришь на предыдущий и такой, это плохо, я знаю, как сделать лучше. Это значит, я делаю развитие. Но ты видишь, сам говоришь, Special for Kids тебе понравился. Мне тоже он нравится больше, чем предыдущий, потому что там, допустим, нелицеприятный тот же, в ледовом, он супер рефлексия по политике. Но там как раз и была история не в том, чтобы рассмешить, а мне хотелось сделать прецедент относительно того, что, смотрите, вот так можно, на такую аудиторию можно шутить оппозиционно, ну знаешь, условно, про такие вещи. При этом я сам в момент, когда это делал, не знал, можно ли так. Мне было интересно, что будет. Вот, вот так вот. Блять, вот это моя большая печаль. Кшиштос был бы самым охуенским стендап-комиком, потому что он вообще без абсолютной, знаешь, абсолютно без подготовки. Ну, то есть он писал какой-то текст, но имеется в виду без опыта. Он выходил из зал, ну, просто давил своей харизмой, разъебывал в таких моментах. Ну, я бы с этим текстом вышел, я бы так не продавил. И мы такие, это фантастика. Вот, он нашел свою нишу, он выступает второй раз, происходит то же самое, он говорит, нет, я не могу. Мы такие, что случилось? Он говорит, они хуже реагируют, я херню сделал. Мы такие, чувак, зал меньше просто. Ты привык к тому. И в итоге, мы начали с ним разговаривать про эту историю, мы докопались до того, что ему просто очень неуютно на сцене, ему так некомфортно, что он не может это делать. И я всегда думаю, блять, какая жалость, знаешь, типа, что если бы не было вот этого комплекса, насколько бы у него большой был потенциал в этом, знаешь, деле. Так, мне кажется, с очень многими людьми работает, что если бы не до кабы... Ну да, но зато он как бы круто все это все реализует в своих каких-то штуках. Да, он... Мне в целом, я смотрю его, так, это как называется, я все это по названию... Киносрачи. Киносрачи, да. Не всегда с ним согласен, но... Абсолютно такая же история. Мы его до сих пор стебем за обзор на Джокера, где он говорит, это не работает, мы такие, не работает, ты нахуй не работаешь, у нас все сработало, Миша, не знаю, что ты думаешь. Да, да, вот я тоже, я тоже не помню на каком фильме, но я такой типа, в смысле, хорош, ну блин, мне понравилось, оно было... А, где же он, на каком, на громе, грома он разносил, майор Гром. Тебе как, кстати, как любитель... Нет, не зашло? Нет, знаешь в чем, короче, там другая история. Меня звали в промо-материалы, ой, в промо-компании фильмы участвовать, и прислали фильм заранее. Я посмотрел, и я в сырой версии, которую они там чутка поправили, усмотрел пропаганду. С учетом... Вот я, да, ладно, давай говори. Да, просто говорю последнее, что с учетом того, что я знаю, какая она в комиксах, и там прям вообще в лоб местами, вот. И когда Гром приходит к этому, к Дурову, и говорит, дай мне пароли от Телеграма, он говорит, не могу конфиденциальность, и Гром, мент ему говорит, ну, блядь, ты не борешься... Это в смысле, это в комиксах было? Нет, это в фильме. А, ну Телеграм, не Телеграм. Ну, типа этот... Я понял, это да, рыжий чувак. Да, 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 да. И он ему отвечает, что да ты не борешься за сохранность, за конфиденциальность, ты просто дал трибуну злодею. Я такой, ну, ребята, ну, вот что сейчас происходит? Блин, я не считал эту тему. Я, причём, долгое время, знаешь, такой, это... Смотрел, вот, точнее, не смотрел, видел отзывы, когда смотрел отзывы. Я такой, блин, где, а чего, куда, что вы нашли там? Да, да, да. Я, короче, не считал эту штуку. Но я был немножечко, я как бы заинтересованным был лицом, потому что я участвовал немножечко в работе над фильмом. И это был первый фильм, с которым я как-то поучал, посотрудничал. Ну, в смысле, не первый фильм вообще, а первый фильм, когда я получил удовольствие от результата. Фильм неплохой. То есть я в кино посмотрел, я такой, типа, блин, клёво. Увидел там свою работу, знаешь, я понял, что круто. На самом деле, главная проблема кино, если отступить, главная намерная штука, которая мне кажется в какой-то степени пропагандистской. Очень простая механика. Есть главный злодей. Сейчас, секунду, я посмотрю, пишут, всё ещё пишут. Главное, ничего плохого не сказать, а то у нас в прошлом выпуске был электрофим. Я Габриянову говорил всё это хуйню, и он со мной согласен. Я ему даже придумал, как можно вылечить эту историю, дополнительно одну маленькую сценку отснять. Очень простая история. Есть герой, полицейский. Есть понятное, абсолютное зло. Коррупция, подкупные суды, депутаты и так далее. Назовём это коррупция. Герою не нравится коррупция. В первых сценах это показывают, что вот этот чувак отмазывается, на который сбил там кого-то, заплатит и уходит. Гром с этим ничего не делает. Он не может с этим ничего сделать, потому что он винтик системы, которая гнилая. Он мент, который в целом тоже, знаешь, работают на эту систему. И есть антигерой, которому тоже не нравится это абсолютное зло, и он с ним что-то делает, но делает неправильными методами. Он убивает, получается, тех, кто нарушает закон и над законом. Получается, антигерой борется со злом злыми методами. И главный герой останавливает антигероя и ничего не делает с абсолютным злом. Получается, он препятствует антигерою и таким образом косвенно служит гнилой системе. Он не против... Он не... Знаешь, что бы исправил этот фильм? Если бы Гром останавливал антигероя и говорил, ты делаешь неправильно, вот как правильно. Но у него нет ответа. Он просто мент на зарплате, который останавливает чувака, который борется с тем же, что Гром сам не любит. И в итоге у Грома нет ответа, что с этим делать. Понимаешь? И из-за этого получается очень однобокая история, еще и с аллюзией на Дурова, что он вот злодей и все плохо делает, и бунт, блядь, бунт, это плохо. И оно все в такую кашу странную лепится, что ты такой, ну... эх... Не могу. Типа, вы мне пытаетесь впарить конфету, которую я... Я не... На этот фантик я не покупаюсь. Вот. При этом можно было сделать. Можно было сделать. И я думаю, может, они и дальше сделают, если вот Netflix же вроде купил их. Да, да, да. Вот. В супергероях много жертвенности. что ты помогаешь вопреки, принося свою жизнь в жертву, ведь ты можешь помочь, значит, ты в ответе, знаешь. Я думаю, что это очень токсичная установка, что ты берешь своей ответственностью вообще проблемы всех людей. Я начал от этого отучаться, потому что у меня была прям большая проблема связанная с тем, что я вижу у кого-то проблемы, я знаю, что я могу помочь человеку, и... Ну, я понимаю, что, ну, нахуя, ну, в плане, типа, это не моя, вообще не моя забота, это не мой друг, там, типа, близкий, это не моя вообще, это не мои решения привели к этой ситуации, он должен сам с этим справиться, но при этом я такой, ну, я же могу помочь, значит, я должен, блядь. И я вот это, ну, типа, короче, в местами я в спасателя играл даже там, где, ну, не надо, и это приводило меня в очень странные точки, знаешь, моего внутреннего самообщения, потому что я, как бы, делаю чужую проблему своей, решаю ее, и, типа, мне, ну, типа, и благодарность не нужна, но при этом, короче, было ощущение легкое, что я таким образом пытаюсь себя оправдать свое существование. У меня у дедушки была такая фигня, что он мог за копейки делать титанические, блядь, услуги, там, знакомым каким-то, приварить батарею, там, что-нибудь, это селеновый баллон перевести, просто потому, что он так чувствовал себя нужным, что он что-то делает, что его благодарят, и это, конечно, когда ты любишь себя глазами других людей, это очень неправильно, мне кажется. Я вот стараюсь с этим бороться, очень сложно, когда ты находишься в, ну, знаешь, типа, я, у меня есть аудитория, у меня большие, большое количество зрителей, и очень сложно не любить себя их глазами, начинать, знаешь, через их призму, короче, начинаешь гнаться за любовью всех, ну, типа, чтобы тебя любили вот эти люди, но это же вообще неправильно, знаешь, типа, кто они, ты просто для них персонаж, развлекающий их, типа, короче, очень много всякой хуйни происходит, переоценки, как только я понял, насколько мозг всё-таки смешные и обманчивые штуки делает, то есть, я везде это рассказываю, просто для меня это было удивительным открытием, когда я понял, что я Крида даёбываю, только потому, что я им завидую. Слушай, это хороший момент, потому что я такую злость в себе тоже считывал, ну, то есть, я, меня это не выплёскивало в контент, да, но я, ну, как бы, знаешь, типа, вот прям вот, ой, да что далеко ходить, наш общий знакомый Арсений Покрас, Покрас Лампас, вот на него много кто шкнет, Покрас, знаешь, ну, типа, вот момент того, что он делает, у него всё круто получается, и ты этим восхищаешься, но параллельно ты начинаешь гнобить себя, то, что ты делаешь, вроде тоже делаешь, но, вообще не тот же выхлоп. Да, выхлоп не тот, и ты начинаешь себя сравнивать, начинаешь гнаться, начинаешь заморачиваться, и это такое дерьмо. А ещё хуже, знаешь что, ты начинаешь себя сравнивать, ты понимаешь, что ты не догоняешь, тебе это не нравится, и ты начинаешь обесценивать Сеню, это хуйня, потому что... слава богу, до такого не дошел, слава богу, до такого не дошел. Много кто в индустрии прям... У меня были такие диалоги, да, с людьми, которые просто, да он вообще там... Рубрика покрас. Я обожаю покраса, охуенный тип. Мне очень нравится история с тем, что ну вот... Ну вот то же самое. Вот не был бы он успешный, но ебало бы кого-то, что он каллиграфист и так далее. Да, 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 конечно. Нет, всех бесит, что... Это же, знаешь, на его месте должен быть я. Угу. При этом эта мысль спрятана от тебя тем, что на его месте должны быть другие люди. Да, да, да. Я лучше знаю, кто должен пользоваться популярностью. Это почти я. Типа, ну знаешь, условно. Да, да, да. Но в этом так сложно себе признаться, потому что... Вот, это самое главное суметь в этом признаться, потому что это прям такая... Ну это трясина прям. Конечно. Тебе прям засасывает туда жестко. Вот, в целом сравнение себя с кем-то. Я сейчас начал, ну, с этим уже работаю. Угу. Основательно, вплоть до психоанализа, вот. Поэтому вообще всем советую. Знаешь, чё, классно? Ну, у меня хорошо работает схема с тем, что я себя сравнив... Ну, это сейчас как тупая цитата из ВК, блядь, будет звучать. Но я себя сравниваю с собой из прошлого. Это очень хорошая штука. Потому что, ну, с другими чё сравнивать? Другой стиль, там, другое творчество, другой вообще даже путь, другой персонаж. Нахуй ты себя сравнишь с другими. Становись лучше относительно себя. Это как в математике. Типа, ты сам по себе не можешь понять, насколько ты ценная, знаешь, творческая фигура. Но дай себе вторую точку на оси координат на времени. И можно прочертить график. Ты улучшаешь свои, типа, скиллы? Масштабируешься или ты топчешься на месте и в какую-то странную историю идёшь? Всегда можно сравнить, типа... Я иногда пересматриваю свои старые ролики, даже вот кринжовые, какие мне не нравится смотреть. И я, ну, сижу и делаю заметки, типа, знаешь... А, окей, вот этот элемент у меня до сих пор присутствует, и он работает. Да, прикольно. Вот здесь я бы сейчас вообще не так сделал. То есть я граунд-чек делаю, типа, что поменялось. Это прикольная хуйня в плане саморефлексии. И если подкаст там, типа, улучшать, или ещё что-то, видеоконтент. Вот ты, если на старые работы посмотришь, и на свежие, ты же понимаешь, что ты... Да, конечно, да. До чего ты дошёл. Это как раз да. Вот мне вот, я не знаю, по-моему, я уже даже тоже... Блин, как круто у тебя получилось, чёрт возьми. Блядь, не надо. Не надо, пожалуйста. Это как, типа, ой, как красиво получается. Какой молодец. Пока меня самого не устраивает. Я буду делать лучше. Да. У меня был такой момент, что я зашёл в ВК в свой старый. Зашёл в свой старый ВК, короче, посмотреть работы. Да. Вот, откатился. У меня была другая проблема. У меня было, знаешь, типа, ощущение того, что реализация моя, как личности какой-то творческой, она где-то там всё ещё. Где-то там, никак я до неё не доберусь. Ага, не где-то там в будущем, а в прошлом. Нет-нет-нет, наоборот, где-то там в будущем, в будущем. То есть я до сих пор её жду. Да. То есть она никак ко мне не придёт. Вот. И я увидел работы свои старые, и они меня триггернули. Ну, то есть я вспомнил себя, там, пять лет назад. Что тебя беспокоило. Что меня беспокоило, о чём я думал, о чём я мечтал, чё я хотел, чтобы у меня было, чем я хотел заниматься. То есть тогда я был дизайнером в рекламном агентстве, да, но я хотел делать арт, я хотел делать иллюстрации, и вот типа этим зарабатывать. Хотел, чтобы у меня было вот так. И я вспомнил себя тогда и резко осознал в моменте, когда смотрел эти фотографии, что в данный момент я нахожусь в состоянии мечты прошлого. Ну, то есть то, что я пришёл в эту точку, но без осознания этого ты, блин, такой типа до сих пор в этом как будто бы... Ты подогнанный, будто ты бежишь за морковкой, как будто бы ничего не происходит, да? А она уже в руке. Да. О, неплохо, неплохо. Да, прикольно, прикольная хуйня. Да, я понимаю тебя. У меня был в своё время, ну, цель была прикольная, что я такой, ой, я хотел бы, наверное, научиться пиздатым хомиком стать. Я хочу овладеть этой, как это сказать, этим искусством, этим скиллом. Мне хочется научиться. И потом, когда я, ну, я тоже много раз говорил, что я когда стоял на сцене Ледового, и я вышел, я вижу, блядь, Ледовый дворец. Это не моя была идея со стадионом. Это не моё эго такое. Да, соберём. Я говорил организаторам, не надо, пожалуйста, ничего хуже нет, чем, блядь, видеть пустой, блядь, зал гигантский. Это прям следствие, знаешь, как это, подтверждение твоего непомерно раздутого эго. Вот твоя настоящая аудитория, а вот какой ты, блядь, зал для этого взял, долбоёб. И мои организаторы такие, не-не-не, всё сделаем. И в итоге получилось. И я вышел на сцену, и я даже ничего не понял. Я такой... В смысле, не почувствовал? Да. Я такой, ну, вот это Ледовый, это пиздец, это классная веха, которая... Я всё время пизжу про Ледовый, не потому что я самоутверждаюсь и, знаешь, типа, вот, кстати, помните, блядь, вот это было. А потому что это для меня... Во-первых, я до сих пор вахваю, что это случилось. Это для меня очень был переворачивающий момент переосознания некоторого, что, ну, это какой-то, знаешь, типа, чёткий штрих, вот, скажем, который иллюстрирующий на тот момент, насколько действительно разрослась аудитория, что, ну, типа, вот такой масштаб. Потому что в интернете нихуя не понятно. Ты их увидел, да, по факту ты увидел вот эту массу. Но при этом ничего не случилось, потому что, вроде как, до этого был зал тоже, ну, просто поменьше чуть-чуть, но он был. И в Туре я до этого были большие города, ну, типа, с большими залами. И, короче, он как-то так плавно к этому пришел, что я внутри ничего не выкупил. Ну, я вышел такой, ну, да, много, прикольно, я очень вам благодарен, что вы пришли. Но такого, чтобы, а, вот оно, блядь, ну, нет. Типа, знаешь, оно как будто, это никогда не было целью, и от того и, блядь, прикола такого я с этого сильно не словил. И я так расстроился в какой-то момент, я думаю, ебать, ну, вот такая крутая вещь случилась, а ты, сука, даже нахуй не был вот этого, знаешь, типа, трепет, а даже бабочек в животе не случилось. Просто как работу отторобанил такой, ну, типа, сделал все хорошо, ну, типа, а зачем ты это делаешь, если это не вызывает трепет? Вот. Я потом начал с собой работать, вот следующий концерт у меня уже такой, нормальный, я прям, ну, осознанно подходил, вот. Ну, вот успех, смотри, вот мне тоже момент интересен. Вот ты осознал успех? Вот как, как вот это происходит? То есть, такой, типа, да, вот он, успех. Ну, у меня есть некоторые факторы, которые я такой, ну, вот, наверное, это, как это, индикатор того, что я успешен. Мгм. Ты отдаешь должное тому, что ты достиг вот того-то, 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 и, ну, грубо говоря, хвалишь себя за какие-то результаты. Ну, я, наверное, отдаю должное, у меня нет такого, что я, типа, себя прям, я понимаю, что, наверное, да, я сейчас успешный, я понимаю, что это не навсегда, скорее всего. Это может быть еще больше, может быть, еще меньше. Это стопудово однажды пройдет в той или иной степени. Может быть, начнется в другой какой-то плоскости, но это не вечно. Я понимаю, что я сейчас, благодаря тому, чем я занимаюсь, зарабатываю неплохие бабки. Я артист, я езжу с концертами, я пишу материал, покупают люди билеты, приходят на концерты. Есть какие-то вещи из разряда, что там, ну, общественное какое-то признание, там, ну, либо, блядь, несколько раз на Урганте был, там, Дудь, блядь, я так отмазывался от интервью Дудя, потому что я очень боялся, что, ну, вот, там был тот период, когда были такие именитые гости, крутые, и меня зовут, и я такой, и, причем, я даже не знаю, звали ли меня, или мой менеджер, который мне тогда попросил, предложил про Ледовый, может, это он меня пропихнул в Урганте, я даже не ебу, я просто, мне сказали, тебе надо идти к Урганту, а, ты про Урганту, к Дудю, да, я все перепутал, но он просто меня и к Урганту запихивал, вот, как промоутить тур, и к Дудю, я, кстати, даже не знаю, надо будет у него спросить, это вообще Юра захотел, или ему предложили, ну, короче, смысл в том, что, бабок, я ей заявил, что, если что, не платил, я просто подумал, как звучало, об меня предложили, что, типа, у меня было ощущение, что на фоне предыдущих гостей все будут писать, и что это за ноунейм ебаный, нахуй он тут нужен, смысл, ты же уже, у тебя тогда была, по-моему, аудитория большая, она такая была, типа, на Ютубе, опять же, это цифры, ну, блядь, а еще смотрят Мамикса, ну, знаешь, цифра, она непонятно, насколько, качество, да, весомая аудитория, насколько эта аудитория именно в тебе заинтересована, минутно, наверное, я успешный чувак, я очень благодарен людям, которые смотрят меня, я всегда, когда со мной там фоткаются на улице, говорю, спасибо, что смотришь, ну, потому что я действительно благодарен, что, и понятно, что это 50 на 50 заслуга, и его, что он нашел, это интересным, и моя в том, что я интересным ему показался, как бы, что, ну, ладно, не 50 на 50, 70 на 30, он меньше старался, я все-таки, блядь, въебываю, но тем не менее, как бы, это наш общий вклад, это точно, о, у меня, кстати, очень интересная тема с холстом, который ты, который ты у меня купил, да, у меня было, типа, два холста, так, вообще ничего, и я продал тебе холст, да, и потом мне, ко мне заходит галерея, да, из Дубая, я уже несколько раз рассказал, хвастался, я сейчас подписался, подписался с галереей, вот, и они мне такие, хотели бы, хотели бы с нами, типа, сотрудничать туда-сюда, и я такой, да, да, они говорят, у вас есть работа, можете что-то прислать, я говорю, к сожалению, я, все работы, которые были, я продал, вот, ну, то есть, это такое, знаешь, это, ну, это ложь, грубо говоря, она, как бы, наполовину правды, потому что, одна была работа, ее купили, и я, как бы, такой, извините, у меня проданы все холсты, мне кажется, это все равно потрясающе, да, да, вот, и вот как раз сейчас, да, потихонечку, потихонечку я начинаю заниматься чем-то таким, и NFT туда же, да, попало, вовремя как-то появилось, вовремя оказалось так, что вокруг меня люди, которые этим тоже увлеклись, занимаются, интересуются, и вплоть до того, что даже мой старый друг, который сейчас живет в Питере, он из банковской сферы, и он вдруг тоже, оказывается, работает в крипте, начал мне там все советовать, научил меня все сделать, вот, весь этот процесс, вот, и, короче, а что я тут тоже, я не помню, о чем я говорил? Про NFT, про картину, которую я купил. Ну, короче, да, вот, короче, я люблю свое дело, да, мне нравится то, чем я занимаюсь, и делаю я это в первую очередь, потому что мне как раз в кайф, да, вот, я постепенно стараюсь, что я тебе говорил, да, что я картинки наверх красивые выставляю себе, я стараюсь постепенно отбрасывать вещи, которые мне неинтересны, потому что, ну, в целом коммерческая деятельность, коммерческий иллюстратор, там, художник, ну, связан с тем, что ты идешь на, ну, иногда идешь на какие-то уступки со своей совестью, и работаешь, ну, не совсем и на интересных вещах, ну, то есть рекламные проекты различные, они бывают, я думаю, чередовать это нормально. Чередовать, то есть так у меня там ушел дизайн в какой-то момент, да, и осталась только иллюстрация, то есть как будто я уже, что-то я выдавил. Я бы вот вообще не обломился, если бы мне пришлось, типа, чередовать свое творчество с чем-то, что я не хочу делать, то есть я как бы благодарен тому, что я могу не делать то, что я не хочу, но если бы пришлось делать, что я не хочу, и в целом, ну, как бы, это все равно держит в тонусе, знаешь, что ты, я понимаю, что часто заказы, которые мне не хотелось бы делать самому и в которые бы я бы не влетел, они меня иногда учат большему, чем моя комфортная, понятная зона, которую я и сам хочу сделать, знаешь, потому что мне дают рамки, которые мне не нравятся, на которые бы я сам не напоролся, и я в них там что-то пытаюсь придумывать, прописывать какую-то шутку, чтобы она прошла цензуру, знаешь, но при этом мне, была все еще про это, знаешь, ну, это, короче, прикольный творческий челлендж, 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 все больше красивых слов, это, да, ну, а у тебя, смотри, у тебя есть какие-то такие вещи, это же связано с интеграциями, с рекламными или с чем? Ну, вот это, я там чуть-чуть сценарий помогаю писать, пока что у меня все полностью зациклено, я сейчас немножечко от, отошел от сторонних заказов, чуть-чуть на время, потому что я понял, что я не могу, мне надо дать время колпаку, короче, у меня блендер пустой, мне надо туда накидать еще вещей, чтобы они там переработались, потому что я все, что у меня было, прикинь, я себя опустошил зашкварными историями, несколькими стендапами, у меня вообще все истории веселые и все мое наполнение, я это высвободил, и у меня нихуя больше нет. Круто. Меня зовут на ЧБД, я говорю, я клянусь, у меня нет веселой истории, которой бы больше не было нигде. Никто не слышал. Да, я типа ее, ну, мне надо пожить чуть-чуть, чтобы, ну, все-таки это связано с, ну, вообще любое созидание, оно связано с переработкой реальности, вот, осознанием и какой-то преобразованием, вот. Ну да. Поэтому, когда ты полностью уже все поделал, что мог, и все смыслы, какие у тебя пришли в голову, все их реализовал, тебе надо подумать над новыми смыслами и получить новых впечатлений, вот. Поэтому я пока думаю, ближайший год-два у меня даже, наверное, концертов не будет никаких, у меня типа непонятно, я непонятно, куда дальше двигать, вот. Блядь, такая эгоцентричная хуйня, я все время пижу, прости, пожалуйста. Я все время забываюсь, что это все-таки мы разговариваем, а не я тебе рассказываю, что у меня в душе. У меня есть проблема в рамках подкаста, мне многие пишут, чуваки, что я перебиваю. У меня тоже всегда пишут. Поэтому люди, которые много говорят, это мой козырь в рукаве. Прости. Я не успеваю перебивать, так что все круто. Ну ладно. Ну я все равно как бы тоже постараюсь держать себя в руках, потому что... Ну и в то же время я иногда думаю, да блин, какого хрена, я разговариваю с человеком, я же просто общаюсь, это же не интервью. Да, я же не обязан прям, да, 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 следующий вопрос, и вот это все. Не, не, все, вот в этом плане я тебя полностью поддерживаю, нахуй идите. Это не интервью. Да, нет, еще бесишься иногда, знаешь, из-за чего, что ну ты, блин, стараешься, ты заморочился, все это делаешь, деньги тратишь, или второй раз про деньги сегодня говорим почему-то. Бабки, 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 бабки. Вот, и потом кто-то такой, вот я даже не представляю, насколько сложно людям с более, с долгим процессом создания чего-то получать потом вот это вот, да, 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 когда ты, блин. Ну уже не смотришь, по-моему, на это, то есть у меня такая, наверное, да, уже, конечно, какой-то... Я, у меня был период, когда я все свои комментарии читал, которые выходили, ну типа выходит видео, я такой, так я прям, типа, смотрел так, окей, потому что мне хотелось критику оттуда получить, и какой-то граунд-чек из разряда так ли это сработало, как я хотел, там, знаешь, местами еще что-то. Сейчас я, так, в первые два часа после выхода мониторю комменты, просто так посмотреть, в общем, знаешь, не случилось ли там чего. Понимаю, что все нормы, и все, иду дальше действовать, знаешь, потому что раньше это, наверное, ну давай так, любой деятель в интернете, что бы он ни делал, в какой-то степени нарцисс и эгоист. Ну да. И я бы, наверное, хотел сказать, что во мне этого меньше, но при этом я вспоминаю, что я все еще занимаюсь тем, что я решаю, что я достаточно прошаренный, чтобы выходить на стадион, на сцену огромной площадки, и что так, блядь, говорить, что я там навыдумывал, и еще деньги, блядь, за это беру, понимаешь, ну это, я в этом плане, ну, как это сказать, иллюзии не питаю, я достаточно эгоистичный хуй, и первое время, наверное, ну я с этим борюсь, конечно. Слушай, ну подожди, ну в целом эгоизм не такой уж прям какой-то ультра грех, да, то есть это же нормально. Ну, чтобы это в нарциссизм не перерастало, чтобы ничто, чтобы только что ты не сделал, все как бы гениально, а как бы просто, сам факт того, что человек медийный, да, мне кажется, это уже изначально говорит о том, что ты хочешь показывать себя, ты хочешь показывать людям, говорить людям свое мнение, о чем бы то ни было. Ну вот я, наверное, не себя хочу показывать, я, наверное, хочу показывать, что я придумал, типа какой-то диалог, то есть у меня нет прям такого, что я, вот смотрите, я в центре внимания, но это было раньше, наверное, это было раньше, потому что я вот смотрел это комментарии все, как раз, чтобы типа вы любите меня, все хорошо, но знаешь, какой-то такой внутренний, типа я вам нравлюсь, я понимаю тебя, я сейчас в таком состоянии нахожусь, то есть я реально ловлю какие-то вещи такие. это невозможно избежать, потому что ты раны, ну типа ты как бы в любом случае это новый проект, и ты хочешь, чтобы его полюбили так же, как тебе кажется, что он заслуживает какой любви. Как только ты выйдешь на какой-то, знаешь, понятный этап с тем, как ощущать себя в этом проекте, как проект ощущается с зрителями, я думаю, ты уже отпустишь и позволишь себе больше экспериментов. Вообще, самая понятная история, просто, блядь, если хочется что-то делать, делайте и смотрите. Лучше сделать хуйню и понять, почему это хуйня, чем сидеть и думать, бля, это, наверное, будет хуйня, вот поэтому, поэтому, а может быть, вот это не получится, а может быть, вот это получится дурацко. Блядь, у меня сейчас висит проект, который я боюсь делать, потому что я себе придумал 15 причин, по которым это может быть очень проблемно. И главное из них, что меня засудят стопудово. Это бы очень весомая причина. Но при этом, блядь, ну и этого еще никто не сделал, и это так, мне кажется, прикольно может быть, и возможно, наверное, просто надо попробовать сделать. Слушай, а что с сериалом? Ну, блядь, ты, ты зачем? Я ладно, не буду тебя выучить. Мне было интересно. очень простой ответ. Мы взяли паузу на пандемию, потому что страшно было, ну, реально было страшно. И ни локации никакой не найти, ни на площадке, ну, как бы, знаешь, позаразить кого-нибудь, чтобы он потом, блядь, откинулся, и я, ну, пиздец, как я жить-то буду с этой хуйней? Вот. И так долго был карантин, нахуй, и он вроде как до сих пор не кончился, но вроде как кончился, что, короче, у меня уже хуй упал на всю эту историю, и мне так что-то лень, но оно заново начинает мне становиться интересным, потому что я, пока шло время, я забил болт на старый вариант концовки, то есть, там, того, что мы подсняли. Я придумал, как новое сделать, используя старые, отснятые материалы, которые еще не вышли. Я милелею надежды, что однажды я такой, вот, я хотел, знаешь, как сделать, ничего смешного, типа, финальная серия, вот, чтобы она вышла одна, чтобы она шла там, типа, ну, час, вот, чтобы она как раз закончила сюжетку, просто чтобы рассказать историю. Ну да, да, да. У меня сейчас идея с тем, что я в Мстителях посмотрел прикольную хуйню, ну, короче, была еще проблема, что так долго был карантин, что мы уже все по-другому выглядим, нахуй. У нас там разрыв визуальный между мной из последней отснятой серии и вот, который мы следующий, был бы мы пиздецовый, у меня другие волосы, сатир похудел, пиздец, он вообще другой человек, я такой, да блядь, и что делать, жиром, толстеть ради роли, это не тот проект, которого я хочу заставить, вот толстеть, что это за хуйня, вот, я придумал одну штучку, может быть, ее и сделаем, связанную, знаешь, с этим, с... С щелчком Таноса? Ну, типа, пять лет спустя, ты знаешь, такая хуйня, есть там, есть там один прикол, вот. Так, ты, наверное, не можешь про это говорить, ты, когда я с тобой встретился, ты отправлял сообщение по поводу фильма, съемки, фильма. А, не, могу. Да, что за кем? А это же, ну, меня же звал, побибо, что, блядь, все, ебанулся уже, ничего не могу говорить. Меня в подкасте же Найшулер позвал на роль, и это вот тот проект и есть. Я почитал сценарий, мне очень понравилось, мы созвонились несколько раз, с ребятами там, обсудили роль, что, как она должна выглядеть, и это, все вот, снимаем. Круто, круто. Вот. Это такая еще, это долгая тема, да, то есть это не... Ну да, это не в этом году. это мне интересно. Это тоже, видишь, история про то, что ты причастен к созданию того, что любишь. Я очень люблю клевое кино, знаешь, я всегда мечтал, ну, мне хотелось быть актером, но я смотрю сценарии и фильмы, какие выходят, такой, ну, а в чем играть-то, ебать? Ну, то, что мне нравится, у нас не делают, знаешь, ну, то есть долгое время так было. Вот сейчас какие-то вещи начинают появляться, там, мне очень понравилось в свое время «Гуляй, Вася» первый фильм, прикольный был. Я худею хорошо, об очень сделанной кино. Да-да-да. Да, кстати, я очень удивился, мне прям очень понравилось. Я такой... В постер уебанский, желтый, СТСовский, думаешь, ты говно какое-то. Где-то я эту историю слушал. Ему же и говорил, Найшиллеру. Да, он продюсером, да, был? Да-да-да. Точно, да-да-да. Где-то я это слышал. Я вот, видишь, проблема, но я как будто уже вот свое же говно перемалывал. Я боялся, знаешь чего, я боялся, что, ну, то есть мне очень хотелось с тобой встретиться, пообщаться, но из-за того, что я смотрю практически все, что ты делаешь. Ты уже все знаешь. Я типа, да, знаю много, много историй. И опять же, из-за того, что, ну, блин, вообще, на самом деле, подкасты и в целом весь контент, он влияет очень странно на мозг, потому что ты такой, типа, Это мой друг. Это мой знакомый. как будто я несколько раз же путался, где я слышал эту новость. Я обсуждал ее с кем-то, слушал ее подкаст, сам ее придумал, и где-то я ее просто словил. Вот это очень такая. И ты сначала ловишь, типа, ну, обычную человеческую реакцию, и скажешь, да вы кто, блядь, молодой человек? А потом ты такой, ну, ебать, да он же все видит. Он меня видит каждый блядский день. Конечно, он меня знает. Ну, типа, и становится... Ну, да, вот этот эффект цифрового друга односторонний, знаешь, он, конечно, иногда... Ну, типа, куда от него денешься? Ну, да. Да, я тут встретил в коридорах Сашу Паля. Да. И такой, типа, у меня первая реакция, типа, здорово сказать. Здорово, братан. Кто нахрен ты, да, ты его знать не знаешь? Вы друг не знакомы совершенно. Короче, непонятно, стоит ли с этим бороться, с этим цифровым, знаешь, с ощущением того, что ты знаком, да может и не надо, ну, типа... Ну, опять же, и как бороться с этим? то есть, закрываться, не выходить на улицу, и... У меня был период, когда я хотел бросить вообще всем этим заниматься, потому что у меня жизнь изменилась, ну, типа, кардинально. Я не могу, знаешь, типа, пройтись по парку, у меня был период, я не могу в торговом центре, типа, просто посидеть, пожрать, чтобы, блядь, не переживать, что если я сейчас буду грязно хавать, неправильно, меня сфоткают. Чувак, я выходил в трениках выкинуть мусор, прихожу домой, у меня три отмеченных в сториз от человека, что он меня сфоткал, блядь, куда я зашел, я пиздую, блядь, жопу чешу. Я думаю, ну, ебать, я себя не чувствую в безопасности, то есть это как бы смешно. это стрёмно, это стрёмно. Вот для меня главный был, блядь, момент, когда я прям психанул, я ехал в Сапсане, в бизнесе, даже не в первом классе, а в бизнесе, просто посерединкой, знаешь, типа, ни туда, ни сюда. Вот такой же вот этот, возле столика, места напротив. Не знаю, никогда не был в бизнесе. Ладно, я понял, я понял. Ну, там есть места, вот есть такие же, как обычные, только столик, по два друг к другу повёрнутые. Вот. И я ехал вот так вот у окна, и я задремал, проснулся, а у меня, блядь, напротив меня девчонка сидела, и она меня в сторис отметила, типа, аха, еду с поперечным, и там, блядь, бумеранг, как я с открытым ебальником, у меня буквально слюни текут, и я, и вот так вот туда-сюда, блядь, эти деревья нахуй. И я такой, ну, заебись, я даже поспать не могу, знаешь, чтобы не быть объектом, знаешь, как бы, и я что-то так расстроился, в пизду, я вообще не хочу, типа, чтобы меня знали, и хочется, чтобы вернулось, как было, чтобы я мог ходить гулять, я приезжаю в какую-нибудь Америку, знаешь, или просто в другую страну, и я такой, а, господи, как же охуенно, всем похуй на меня, как здорово, блядь, но потом меня подотпустило, я начал немножко по-другому на это смотреть, опять же, ну, короче, получилось сменить фокус на этом, то есть, как только я начал относиться к этому, как к позитивному узнаванию, что люди, ну, это типа из разряда, как у меня на самом деле, я на куриной играл в Человека-паука на плойке, и этот, я просто что-то спустился на улице Человеком-пауком, и что-то там бегу, и такие, Человек-паук, привет, и я такой, ааа, так это вот эта хуйня, потому что до этого у меня было, я иду по улице, и мне орут, поперечный, и я думаю, хули ты орешь, типа, зачем ты привлекаешь ко мне внимание, я что должен, горшочек с золотом тебе сейчас, блядь, типа, зачем ты, я так хочу побыть, типа, в покое, а ты мало того, что он узнал от меня, ты еще и всех внимания обращаешь, вон он, типа, я знаю тебя, и я крикну это, я думаю, ну, что ты за долбоеб, а потом, ну, это чисто из-за того, что, видишь, были вот такие случаи, когда мне было дискомфортно, и здесь я услышал вот это, эй, спайдермен, я такой, блядь, так это же вот то же самое, ты что, еблана, они тебя знают, и кричат, потому что рады тебе, ебань, а ты ходишь нос воротишь, и мне как-то так, типа, меня отпустило вообще, я просто такой, с этим не проблема вообще, знаешь, при этом есть, конечно, типы, которые, у нас были в туре истории, которые такие, поперечные, ну, ебать, понятно, типа, специально, какие-то свои комплексы, через, знаешь, там, была хуйня, чувак в баре, в ком-то, по-моему, в Нижнем Новгороде, что ли, или где, хуй знает, мы зашли в бар, после выступления, что-то пьем, болтаем с друзьями, подходит тип такой, ты, мне, ты как, мне сказали, что ты какой-то знаменитый, я говорю, да, типа, типа, ну, есть немного, он такой, и че, и как тебя, типа, какой-то ты поперечный, да, я говорю, ну, да, это, такая у меня фамилия, да, это я, он такой, и че ты делаешь, я говорю, ой, братан, вот сейчас, честно, вообще, так не хочется самопрезентацию проводить тебе, я просто тип, пришел побухать, такой, просто поперечный, я говорю, да, просто поперечный, ладно, и поспи меня, хуяку так, ну, я, типа, на барную стойку, ну, упал, и я такой, я им еще ебало буду бить, типа, он меня просто толкнул, ну, типа, специально, типа, ему не понравилось, что тут есть кто-то, знаешь, какая-то, типа, выскочка, при этом я вообще, типа, тихо, спокойно со своими друзьями, но его эго это задело, что какой-то хуиз там приехал, блять, и че-то тут сидит, пьет, и он меня решил, типа, физически, ну, вот так вот, еще и на него время не потратил, давай, как въебал мне по спине, я разворачиваю, думаю, что типа, просто потому, что я, еще была хуже хуйня, мы не подрались, все нормально, нас растащили, все хорошо, была очень тупая ситуация, я очень давно пижу, и, прости, да, чего, что, я просто про то, что я долго базарю, очень, огромным монолитным блоком, и, это уже не разговор получается, извини, я все время себя ловлю на этой хуйне, это потому, что я с похмелья, у меня такая хуйня, нормально, вот, короче, хуй с ним быстро расскажу, то, что собирался, была история, мы были в баре, и, на стул моей девочки, знакомой, сел тип, это стул стоял между двух столиков, они как бы спиной друг к другу, но у него не было стула, и он, короче, она при этом сидит, и он, на спинку, типа, он такой барный, кругленький, и он, типа, спиной, вот так начал ее с жопой выдавливать со стула, и сдвигать, и она такая, и она такая, вы не можете подвинуться, и он ее игнорит, и они вдвоем на одном стуле сидят, просто левый какой-то хуй, я подхожу к нему, вот так говорю, чувак, а ты не мог бы, ну, типа, не мог бы встать, пожалуйста, со стула моей подруги, и его кореш поворачивается, и говорит вот так мне, а ты не мог бы не пиздить шутки у Луи Сикея, что вы, и я такой, ах ты пидорас, блять, господи, но тогда это был ты, который еще не научился, да, я и сейчас не научился, и я думаю, ах ты гондон, типа, то есть, мало того, что твой корефан сделал неприятную вещь, ты еще и меня подъебу, типа, уязвимость, знаешь, какого рода, что он про меня знает, какие-то мои слабые точки, а я не ебу никакие про него, типа, я разворачиваюсь, говорю, ну, типа, у меня прямо аж кулак сжался, я такой, да, ну, типа, а ты мог бы не быть долбоебым, но ты долбоеб, и он такой, да ладно, чувак, я тебя смотрю, мне прямо хотелось с ним конфликт, потому что он как будто олицетворял всех тех невежественных людей, которые не, ну, не относятся к тебе, как к человеку, они такие, ну, я про тебя знаю приколы, я знаю, как тебя уколоть, и мне в целом похую, очень самовлюбленная хуйня, сейчас началось все в пизду, давай что-то отстраненное обсуждать, что смотрел последнее крутое, неуязвимый мультик по комиксу, не, не, Марк Миллор, по-моему, автор комикса, если я не ошибаюсь, сюжет такой, это другая вселенная, это не DC, не Marvel, но при этом, это очень похоже, понятная аналогия на DC, подожди, неуязвимый, это то, что есть фильм? Invincible, нет, это вообще другое, все, короче, сюжет следующий, есть Супермен, куча супергероев, и Лига Справедливости, всякие такие же, Аквамен, Флэш и так далее, у Супермена рождается сын, у сына в 17 лет появляются суперспособности, и ровно в этот момент, этого никто не знает, Супермен просто прилетает на базу Лиги Справедливости, и кроваво нахуй убивает всю Лигу Справедливости, просто разрывает, блять, ему голову, выдавливает глаза, и сам чуть ли не замертво падает, потому что они дают ему там отпор, никто не знает, что случилось, его находит местный, типа, щит, и думают, блять, кто же их всех так похуярил, один Супермен еле выжил, и короче говоря, сын Супер, это про сына Супермена, и сын Супермена начинает свои первые какие-то действия в мире супергероев, первые свои, ну, супергеройские шаги, думая, что его отец добрый Супермен, и, ну, и весь, короче, весь первый сезон, вот он закончился, ну, как бы мы все знаем, что это его батя расхуярился, это было прям в самом начале раскрыто, да, все мы знаем, что это батя убил Лигу Справедливости, но никто это не выкупает, и идет расследование, и Супермен нормально, типа, подчищает следы, все еще делая вид, что он, типа, хороший, блять, летающий мужик, суперсильный, и так далее, и в конце сезона, ну, это супер кровавый мультик, суперреалистично, знаешь, показаны всякие суперспособности, где чувак там с кирпичной рукой кого-то бьет, у него там голова с глазами разлетается, ну, то есть, как бы это на самом деле было, круто, вот, и в конце сезона узнается, что случилось, и все узнают, что это сделал Супермен, и там прикольный, ну, типа, прикольный их диалог с сыном, почему так случилось, вот, здорово. Что с кроссовками у тебя? У тебя есть, да, нет, я просто, я видел, нет, нет, я видел то, что у тебя, не знаю, это стена кроссовок, да, это круто, я хотел, это прям, знаешь, это вот та штука, которая такая, типа, блин, когда я буду богатым, я сделаю себе стену кроссовок, я тебе так скажу, абсолютно, ну, типа, недорогая история, большинство из этих кроссовок, я даже не покупал их, идеально, ну, и сами эти штыри, которые там, да, понятно, стил, ну, это понятно, я имею в виду чисто сам факт того, что ты делаешь, знаешь, ты такой, типа, выходишь к этой стене, такой, так, сегодня я пойду в вас, а это, ну, как раз концепция была, что это take and go, тима, то есть, чтобы, ну, кроссовок очень много, а куда их девать, хер пойми, и, ну, и мне, по-моему, даже мама это предложила, еще что-то такое, как в найке, чтобы они были, я такой, да, да, это прикольно, прикольно, я люблю кроссы, я не супер сникер хед, я просто, у нас в зашкварных историях это началось, что у нас каждый выпуск я старался, ну, то есть, ребят там одевали, по-моему, или, или они сами одевали, короче, смысл был в том, что мне не хотелось каждый выпуск быть в одном и том же, и я каждый выпуск менял кроссовки, и в какой-то момент я, ну, как бы это получалось сделать, в какой-то момент я понял, что у меня дома много кроссовок, и кажется, я теперь, ну, по кроссовкам угораю в процессе, знаешь, как это получилось, я очень люблю найки, наверное, из-за назад в будущее в основном, ну, есть, наверное, да, какой-то, потому что у меня тоже как раз к найке, я долгое время пытался себя пересилить, говорить найки, а, да, найк, знаешь, как просто себя переучить, я как будто про не один кроссовок говорю, а два кроссовка, найки, ну, это найки, вот один найк и второй найк, ну, вот, и у них как раз вот какой-то вот поп-культурный шлейф, больше как будто, чем у Адидаса, ну, по крайней мере, мне так кажется, да, у Адидаса, еще плюс ко всему, какое-то долгое время было, не знаю, ну, в России, по крайней мере, точно, ну, какой-то негативный немножко как раз, ты про считалочку, кто носит фирму Адидаса, это слишком далеко, нет, нет, я больше про, про, больше про три полоски, про треники, да, да, что в целом лук, это как бы, он ассоциируется больше с тем, контингент чуть-чуть, типа, портил все это, да, но сейчас поменялась ситуация, мне очень нравится сейчас рекламная кампания, их вот с этими, со Стэнами, Стэн и Смитами, очень круто, мне прям очень хорошо сделано, я, тоже мне некоторые вещи нравятся, что делают Аддики, мне некоторые вещи, что делают Адидасы, не очень нравятся, это я сделал какую-то странную хрень, а ты что, любишь кроссы? да, люблю кроссы, да, я люблю кроссы, и, но знаешь, у меня пока не вышел на какой-то такой вот уровень, да, уровень именно того, что, именно какого-то, знаешь, вот коллекционирования, вот именно выбора какого-то, из чего-то интересного, то есть у меня вот именно с интересностями как-то пока туговато, вот, возможно, бедность в голове еще играет, и, знаешь, такой, типа, я не могу себе это позволить, типа того, знаешь, какие-то такие штуки. У меня, наверное, самые дорогие кроссовки, мне их дали просто, ну, я приезжал, я дружу с Найки, и они мне подогнали коллабу с Трэвисом Скоттом, как раз, чтобы я в них выступил, вот, они просто редкие. Самые дорогие кроссовки, которые я купил сам, ой, блядь, ну да, типа, это пиздец, это очень дорого, мне саму стыдно, что это. Там, что сработало? Мы пришли в магазин вот этих, типа, редких Джорданов, всего такого. В Москве? Возле депо, который. Да, понял, вроде бы. Зашли, и они такие, ну, что ты хочешь? Я такой, ну, я вот классические Джорданы, у меня их нет, я всегда хотел какие-нибудь, типа, красно-черные, например. Я говорю, красно-черных нет, но есть вот такие прикольные, оранжевые, иначе мне там провел экскурсию, рассказывал, такой, вот такие есть, такие, вот эти прикольные. Ну, что? Я такой, ну, вот эти, наверное, я беру. И мой друг тоже смотрит в кроссовке, и он тоже там что-то выбрал, я подхожу, я говорю, ну, ладно, сколько с меня? И он мне говорит, это наш общий счет? Нет, это ваши кроссовки стоят 120. Я такой, я понял, что, ну, мне так стыдно стало, что он столько времени со мной провозился. Как-то неудобно. Мне так неудобно, они меня узнали, и сейчас врубать заднюю, говорить, ой, блядь, нет, извините, покедово уже как-то было нельзя. И я стою, думаю, ну, 120 кусков, блядь, просто потому, что они оранжевые, и потому, что они в честь того, что Майкл Джордан забил и разбил щиток, да ну, бля, в рот я ебал. И потом я такой, И все это в процессе, пока ты несешь телефон. Да-да-да, достаю его уже. И потом я такой, ну, слушай, все остальные Найки тебе дали бесплатно. Ну, вот это сделай, вот такой же, типа, оплати их все разом. И я такой, спасибо большое, поп. Вот. И сейчас в них хожу. Хорошо. Первый раз выгоняю их, типа, разгуливаю, я не хотел в них ходить, потому, что они супердорогие, ну, просто мне жалко, страшно, потому, что мне друг подарил гораздо более ценный мне, прикольную расцветку, красно-черный, как мои, и с моим логотипом. И с логотипом, да, я видел тебя, да-да-да. Вот они у меня теперь, как, типа, знаешь, на особый случай. раритет, ну, не раритет этот, когда родственники приедут, вот тогда и... Как сервиз у вас. Да-да-да-да. Вот это на особый прием. Класс. Вот эти разношиваю. Мне очень нравится в твоем подкасте элемент того, что люди рисуют, пока пиздят. Блин. Не проебываю эту штуку, потому что это очень выгодно и интересно отличает, типа, почему этот подкаст, ну, почему этот, а не тот или иной, знаешь, типа, у этого есть личность, у этого... Это как логлайн, типа, когда можно очень просто объяснить, почему это пизда, то и в чем прикол, это работает. У фильмов такая хуйня есть, я этому научился, я какую-то книжку читал про то, как продать там свой фильм и все такое, и забыл, как называется. Может быть, даже ковыряясь в мертвый... А, нет, Спасите котика называлась, по-моему, книжка про сценарное мастерство. И там, по-моему, рассказывалось про то, что, ну, логлайн — это продюсерская вообще терминология относительно того, когда ты питчешь свой фильм, что будут его финансировать или нет. И у фильма должен быть понятный, простой, цепляющий логлайн. Или даже у сериала. Условно, там, учитель химии узнает, что у него рак и становится наркобароном. Это, ну, ты такой, да, покупаю, знаешь. Чувак, когда злится, превращается в зеленого монстра, который все крушит. Тоже прикольно. Ну, знаешь, и тут такая же история. И мой персонаж Данила Поперечного в целом в интернете описывается такими фразами, знаешь. И мне нравятся проекты, которые я могу такими фразами описать, которые понятны, почему они другие. И твой подкаст, он, ну, очень понятный. Это подкаст, где еще и рисуют параллельно. Помимо того, что это интересный подкаст. Ты же говоришь, что, ну, это просто интересный подкаст. А ну, как бы в наше время уже, ну, их дохуя интересно. подкастов много, да. А это такая фишка, которая, типа, о, ебать, интересная. Типа, ну, я парочку смотрел, мне прям, типа, класс. Типа. Слушай, про кризисы. Были ли кризисы? Были, скорее всего, потому что это нормально. И выходил, как ты из них выходишь? Ты имеешь в виду творческие? Слушай, да, возможно, скорее творческие, да, что-то связанное с делом, да, с тем, с которым ты занимаешься. Может быть, что-то и личное, да, то есть, ну, да, наверное, больше какие-то связанные с процессом, с творческим. Ну, знаешь, я даже больше не про то, там, иссяк ли идеи, или там еще что-то, а вот больше про… Не хочется делать? Да. Типа, вот, тем ли я занимаюсь, туда ли я иду, вот это все. Знаешь, были, я нашел очень простое решение, которое, может, временно работает, но, может быть, и нет, может быть, это действительно, так называемая панацея. Как только меня начинает заебывать что-то, и мне перестает хотеться делать эту вещь, я такой, да ну и пошла на нахуй. Ну, типа, я никому ничего не должен. Я, мне даже интереснее людям предложить какую-то неожиданную хуйню, которую вообще никто не ждал. У этого есть обратная сторона, я знаменит у своих зрителей, как чувак, у которого проекты доживают максимум до третьей серии, очень грустный подъеб, но очень правдивый, знаешь, типа, я уже даже такой, ну да, да, и я раньше переживал из-за этого, а потом я такой, ну, блядь, ну вот так, да, на моем канале такие вот эксперименты, типа, иногда. Ну ты ищешь, да, это же круто. Иногда я такой, ну вот, все, я понял, не хочу. Какие-то факторы бывают, которые меня там выбивают из колеи, после которых мне не хочется возвращаться к ним. Допустим, вот с реальной историей что случилось, я увидел обзор на реальную историю от историка, который там разъебывал, вытворяете, типа, вы лженаукой занимаетесь. Я такой, чувак, ты че, это шоу про конспирологию, думаю, ты что, дурила? Я зашел в комментарии на фейсбуке к этой хуйне, там толпы людей пишут, да, вы не представляете, я педагог, у меня в школе, все подходят, говорят, типа, а Петра Первого подменили, попереческо, и я такой, и это я, какой масштаб вообще? Что я делаю? Ну да, что типа, это же вообще не так задумывалось, то есть да, я и тоже в какие-то, я вот допустим, правда верю, что возможно, ну то есть процентов на 70-80, что Пушкин это Дюма, вот в это я, у меня есть основания, думаю, что скорее всего так, остальное это чисто, ну просто интересная конспирология, которая есть своя, там знаешь, есть на что опираться, в этом был прикол шоу, чтобы не совсем ебанатство какое-то разгонять, что мы с планеты там, ладно, планета Нибиро, это дурацкий пример, ну там что, рептилоиды нами правят, какие-то такие вещи, которые можно, знаешь, как-то, ну как будто можно проверить, ну то есть есть какие-то, как будто подходит, знаешь, как будто, и в этом, в этом был прикол, и когда я понял, какой эффект этот, ну типа, короче, оно того как будто не стоит, сразу стало, описать вначале, что мы в это не верим, это фейк, оно как будто и вайп весь убивает, что, ну а зачем тогда это, ну да, и что-то я так расстроился, что забил хер, но в итоге, вот ты говоришь про кризисы, я люблю делать другое, если не выходит, я такой, ну значит движемся, если перестает, да, переключаюсь, слава богу, есть возможность там, чуть-чуть одеждой там позаниматься, тут сценарий написал, тут что-то сыграл роль, тут намонтировал, то есть мне нравится гибкость, и смена, смена своей роли, это помогает отдохнуть от той хуйни, которую ты давно не делал, переключиться и соскучиться по ней, вот, то есть в целом творчество разнообразное, оно стимулирует к тому, чтобы не закисать, короче, любую самую любимую хуйню каждый день делай, ты зановидишь ее. это правда. Это как любимую песню на будильник поставить, понимаешь, типа что, в этом и есть большой страх, делать свое любимое дело, делать делом своей жизни, что ты работаешь, и ты как бы то, что ты устрыкала, такая хуйня случилась. В чем? Потому что он устал от своего дела? Он по кайфу делал ему зло, и потом от него его начали требовать, и он начал его делать, и в какой-то момент нашел себя в точке, где он не хочет его делать, потому что его заебали, и оно уже не доставляет, написание музыки не доставляет им никакого удовольствия, и он ушел. Он просто такой, fuck it. Поэтому, мне кажется, секрет того, чтобы не заплесневеть, и не находиться все время в депрессии, это экспериментировать, искать новое, пробовать себя в новом. Блядь, попробуй, иди, пойди, горшки полипи, ну ебать, ну просто же. Да, да, переключение, ну переключение классный момент, то есть просто сбрасывать, ну вот этот груз, который на тебе висит, и просто типа пробовать что-то еще. Слушай, ну у меня какая-то вот такая пиздула получилась. Такая. Сейчас подумаю, что еще можно делать. Я ушел, ушел куда-то, мне уже, мне кажется, это уже не ты. Не, нормально. Это такой прям какой-то, Ван Гогом попахивает. Ван Гог, да, 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 да. Э, заебота, заебота. Ну у меня вот, я по фотке по твоей, видишь, типа ебашил, и у меня... Да кайф. Ну не знаю. Когда круто, круто. Спасибо, что позвал. Спасибо, что пришел. Эй, блин, это правда очень здорово.